Народное славянское радио Народное славянское радио На мой взгляд, слово применяется К совокупности традиционных русских практик исцеления Вот давай с этого начнем В современном мире Для того, чтобы четко идентифицировать Используется, к сожалению Много иностранных заимствованных слов Если говорить по-русски То это можно сказать проще И называется это массаж живота Или правка живота Чтобы не совсем по-русски А висцеральной терапии Это идентифицирующее название В современной медицине С латинского У мертвого языка Висцера это внутренний орган Херапос лечения То есть это лечение внутренних органов Есть еще дополнительные уточняющие названия Это висцеральная хиропрактика Это с греческого языка Хирос рука Практас лечить То есть лечение руками внутренних органов Но в данном эфире у нас Я думаю, что уместнее употреблять угрожение Это правка живота Так вот Правка живота Это древний Очень древний способ лечения Который наши деды-пращуры Лечили себя, своих родных Свою семью Испокон веков Основная суть его заключается В прямом воздействии на внутренние органы Через переднюю брюшную стенку Воздействие осуществляется путем надавливания До появления легкой боли Затем останавливаемся Ждем, пока эта боль будет уходить И продолжаем обдавливающие движения Более подробно я расскажу в эфире Сейчас общее положение Значит, что есть боль в нашем животе Боль в нашем животе Это всегда напряжение Которое нужно снимать Если в процессе обдавливания живота Мы чувствуем боль Как бы это странно ни звучало Но это положительный момент При работе с животом Потому что если мы обдавливаем При этом внутренняя область живота Плотная, твердая Но мы не чувствуем боли Это говорит о том, что у нас там Возможно, есть проблема Которую будет очень сложно решить Боль в нашем животе Это, скажем так Сигнал нашему головному мозгу О том, что в этой области Требуется усиленное восстановление Нашего органа, наших тканей И поэтому, когда мы надавливаем на живот Ощущаем боль Здесь мы выполняем сразу несколько моментов Ну, во-первых, мы снимаем напряжение Снимаем венозный застой Снимаем лимфатический застой Но помимо этого Еще и сообщаем нашему головному мозгу Дополнительно сообщаем им о том Что в этом месте у нас есть какая-то проблема И здесь можно направить усилия нервной системы И других структур организма на восстановление Но это вкратце можно сказать Что такое висцеральная терапия Помимо этого Помимо обдавливания живота В эту систему входят И сопутствующие методы Это использование горшков Или банок Горшки использовались тоже в русском мире Испокон веков тоже Ставили их И на область спины И на область живота Обычно это делалось для создания гематомы Что делает гематома в нашем животе Когда мы ее создаем Вот эта вот гематома Она активизирует обменные процессы Она активизирует иммунные процессы Вместе с своей постановкой Она посредством определенных процессов Ставит органы на место Она чудесным образом Сам этот большой синяк Лечит те процессы болезнетворные Которые происходят под ним Откуда появляется сама гематома Под горшком Дело в том, что Болезненные процессы Происходящие в нашем животе Они всегда обусловлены Венозным глимфатическим застоем Что значит венозный застоь? Это значит, что Венозная депонированная кровь В периферических сосудах Находится без движения Возможно, вследствие Малоподвижного образа жизни Или по другой причине Но она находится в этих Депонированная кровь Находится в сосудах Очень долгое время И уже теряет свои Скажем так Способности Приобретает кислотную среду И вследствие вот этих всех процессов Сам сосуд Становится жестким Неэластичным И когда мы ставим на живот банку То она поднимает ткань вверх Поднимает ткань вверх И вследствие этого подъема Изгиба ткани Вот эти все неэластичные сосуды Они разрываются Лопаются И вся эта застоявшаяся кровь Выходит из них Но ничего страшного На самом деле Здесь не происходит Потому что С помощью частиц крови Они называются Экстравазаты Определенные частицы крови Эти сосуды восстанавливаются Застоявшиеся сосуды Восстанавливаются Прокладываются новые сосуды И в этой области Где была поставлена банка Восстанавливается кровоснабжение Опять же При Поднятии ткани При постановке банки Там улучшается и лимфатическая Лимфоток Поэтому постановка банок В русских практиках Оздоровления Она была не зря И очень полезна С самого начала Также Помимо Ручного Издействия Помимо банок Использовалось тепло Испокон веков В лечении Как и Общее прогревающее тепло Которое было в бане Так и Локальное тепло То есть Прогревание отдельных участков тела Помимо этого С древних времен На Руси Использовались пиявки Они жили у нас В реках И в озерах Очень давно Испокон веков Известно о том Что они обладают Лечебными целительными свойствами Испокон веков Использовались пчелы В лечении И было замечено Что пчелы Лечат очень многие проблемы Об этом мы Можем поговорить и позже Но сейчас я скажу О том что Пиявки и пчелы В своей совокупности Они решают Очень многие Те проблемы Которые современная Медицина решит Не в состоянии Точно так же Впрочем Как и массаж Живота Точно так же Как и Впрочем Другие методы Современной Клистеральной терапии Того метода Который можно назвать Правка живота В качестве общего Вступительного слова Наверное у меня Может быть Что-то есть Спросить Да Хорошее вступительное слово А теперь давай Наверное спросим А давно ты этим занимаешься Откуда такие у тебя Интересные познания Ведь в анонсе Когда вот Ты прислал мне анонс Я был просто Может быть Отчасти Шокирован Хотя этим вопросом Я тоже занимался В свое время изучением Хоть как так поверхностно Конечно Не так как ты Но то что здесь Такой перечень Вообще Вот болезней Практически От всего Кроме к смерти Это поражает просто Неужели Настолько сильно Я так предполагаю Вопрос может У наших радиослушателей Появиться Неужели так сильно Наш животик завязан Со всем Что у нас происходит В организме И через него Можно повлиять На исцеление Многих Таких достаточно Серьезных заболеваний А вот Перед тем как я отвечу На твой вопрос Повод задуматься Слово живот У русов Что значило Жизнь Вот И еще древние Этим словом Они подсказывали нам О том что Вся наша жизнь В животе Здоровье наше И Это действительно так Здоровье всего Нашего организма Сосредоточено В нашем животе И Весь наш организм Живот в частности Это совокупная система Которая Очень плотно Между собой Взаимосвязана Какие-то Функциональные Нарушения В работе Одного органа Влияет на весь организм Не бывает так Чтобы один орган Заболелся А остальные органы Были здоровы Здесь В правке живота В висцеральной терапии Я буду часто Говорить такое понятие Как функциональные нарушения Что это значит Есть состояние Здорового органа Есть состояние Больного органа И между этими двумя И между этими двумя Функции Либо В следствии нарушения В следствии нарушения Притока оттока крови В следствии неправильного Своего расположения Ну и возможно Всех этих причин Совокупности Поэтому Как бы Необходимо Очень внимательно Следить за своим животом Возвращаясь к вопросу Откуда и как давно Я этим занимаюсь Занимаюсь я этим С 2009 года Вот В моей жизни Мне было Мне очень повезло На моем пути Встретился Учитель Которого Можно было только мечтать О котором можно было только мечтать Это Агулов Александр Тимофеевич Он Своими силами Своими руками По всей нашей стране Необъятной Собирал Все эти методики Разрозненные Анализировал их Практиковал ими И сделал из них совокупность Подмечал все это Старославянский массаж Живота Ему изначально Когда-то показали Но показали Не в полной мере И То чем занимаюсь я Это уже Проработанное Исследованная Как бы методика Он Пократил Очень большую часть Своей жизни На Восстановление Всего этого Ездил К одним Бабушкам К дедушкам Смотрел Как они работают Учился у них Не работает Лечит Как они исцеляют Учился у них Там Подметил Там Запомнил Там Присовокупил И получился Такая Целостная Система У нас же Парусик Там Бабушка Живот Там Бабушка Золотник Равняет Там Бабушка Допустим Там Пиявки Ставит Там Кто-то Косную Систему Упорно-двигательный Аппарат Врачу А он Все это Соединил В одно Единое И теперь Можно так сказать Доктор народной Медицины Который владеет Этой методикой В совокупности Он Имеет Представление Об организме В целом И об упорно-двигательном Аппарате И об органах И о Системах Организма Об их Взаимосвязи И каким Образом Можно Восстановить Здоровье Ведь Полное Восстановление Здоровья Возможно Только при Восстановлении Работоспособности Всего организма К сожалению Об этом Наша Современная Медицина Часто Забывает И вот С 2009 года Я С Божьей помощью Скажу так Лечу И Дай Бог Чтобы так Продолжалось И дальше Вот то что написан Список у нас Представлен В доп.инфо В анонсе эфира На самом деле Ты пробовал И Убирал Эти нарушения Которые здесь Перечислены Или это Просто Тот перечень Который Кому-то Удавалось И как бы Вот это Общий список Из Разных практик Нет Это Именно Список Список Проблем С организмом Человека Который может Решить Именно Правка Живота Ну Это Тот Который Вот Ты проходил Твоя уже Практика Или Это Кто-то сказал Это Из моей Практики Это Из практики Любого Висцерального Тераперта Я Скажу Еще Сделаю Небольшое Вступление Что Многие Из тех Проблем Которые Там Обозначены Они Есть В принципе Практически У каждого Человека В той Или Иной Мере Потому Что Проблемы Системные И Скажу Так Если Человек Допустим Приходит С болью В животе То Практически Всегда У него Можно найти Какие-то Функциональные Нарушения Печени Практически Всегда Что-то Есть С желудком С кишечником Что-то Есть С почками С мочевым Пузырем Вот К сожалению На данный Момент Я не встречал Из своих Пациентов Те Которые Ко мне Приходят Ни одного Человека Хотя бы Там Наполовину Здорового У всех Каждый Орган Имеет Проблемы И поэтому Все Те Заболевания Которые Там Заболевания Дисфункциональные Состояния Которые Перечислены Они Встречались И в моей Практике Они Встречались В практике Других Вицеральных Терапевтов Если Доктор Имеет Стабильный Постоянный Прием Когда люди Идут То Так или Иначе Ему приходится Сталкиваться И даже Не только С этими Заболеваниями С многими Другими И которые В современной Медицине Считаются Неизлечимыми Это и онкопроцессы Это там И болезни Пракинсона И так далее И так далее Можно перечислять Просто Если допустим Писать Вообще Весь Перечень Заболеваний При которых Помогает Висцеральная Терапия Перечислена Это основные Направления Работы По которым Можно двигаться Которые Можно решать Понятно Ну что ж Давай дальше Продолжать У нас еще до музыкальной Паузы Примерно 15 минут Так что Можно тему Уже начинать Раскрывать Ну Если Переходить Непосредственно К самой теме Разговора Я бы сказал Так Основной целью Своего эфира Я вижу То что Можно Подсказать Радиослушателям Как самостоятельно Возможно Помочь себе И С чем Можно обратиться К специалисту Потому что Наверняка Во многих городах России Сейчас есть Специалисты Подобного Профиля Которые Занимаются Отправкой Животой Или Висцеральной Терапией Чем они Вам могут Помочь Ну Во-первых Практически Любая Проблема С желудком Которая Сапожник Любая Практически Проблема С желудком Практически Любая Ситуация С кишечником С почками С опорно-двигательным Аппаратом С кровоснабжением По оздоровлению При некоторых Ситуациях По онкопроцессам По Сахарному Диабету По Каким-то Системным Аутоиммунным Заболеваниям Если Начать С основ То есть Что является Первопричиной Основных проблем Нашего организма Это конечно Нервное состояние Человека Объясню почему Работой наших Внутренних органов Работой организма В целом Управляет Нервная система Если Мы находимся В стрессовом Состоянии Если мы находимся В нервозном Состоянии Наша Нервная система Напряжена И соответственно Наши органы Получают Несколько иные Импульсы Через нервное Окончание Вследствие этого Они напрягаются Напрягаются Вследствие напряжения Ухудшается Кровоснабжение Вследствие ухудшения Кровоснабжения Меняется Органная Или околоорганная Среда Она меняется С нейтральной С щелочной На кислотную И вот Вследствие изменения Органной среды На кислотную То Создается Очень благоприятная Среда Для развития Заболеваний Для прихода Вирусов Для прихода Грибов И бактерий Очень большое Значение Для нашего Организма И не то Что очень большое А фактически Первостепенное Значение Для нашего Организма Имеет Состояние Нашей крови Маленькая Сноска Состояние Крови Я имею ввиду PH PH-фактор Крови Коррелируется С PH-фактором Нашей слюны Поэтому Если мы Хотим узнать PH крови А в нормальном Здоровом организме Он является 7,35 7,45 Мы можем Измерить Нашу слюну При помощи Специальных Тестовых Полосок Для измерения PH Так вот Наша слюна Должна Тоже соответствовать 7,35 7,45 И если На самых Начальных Этапах Когда вы Считаете Что вас Еще ничего Не беспокоит Вы чувствуете Себя прекрасно Но при этом Вы замерили PH слюны И он Меньше Чем 7,35 Если он Допустим В районе 6,0 И ниже То вам Следует Пристальное Внимание Обратить На свое Здоровье Потому что При изменении Кислотно-щелочной Среды Крови Меняется Кислотно-щелочная Среда Всего Организма И организм Уже Готов Заболеть Потому что Вы понимаете Что болеет Не тот Кто Заболел А тот Кто Готов Заболеть То есть Мы болеем Только тогда Когда мы Уже Готовы Заболеть Когда наш Организм Готов Одним Из Величайших Врачей Современности Мечникова Проводился Такой Эксперимент Он Перед лекцией Студентом Выпивал Стакан воды С эмбрионом Холера С С Возбудителем Холера При этом У него был Абсолютно здоровый Живот И здоровый Как он считал Организм Он выпивал И с ним Ничего Абсолютно Не происходило Тем самым Он доказывал Своим слушателям Своим студентам Что если у человека Здоровый организм Что если у человека Здоровый Желудок То ему не страшны Никакие вирусы Заболевания Именно об этом Я и говорю Что следите За состоянием Своей крови На какие основные Факторы нашей крови Нужно обратить внимание То есть Насколько она Жидкая или густая Чем более Жидкая у нас кровь Тем лучше она Омывает наши органы Тем более здоровый Наш организм Чем более густая кровь Тем больше проблем В нашем организме Как Простейшим образом Проверить Насколько Наша кровь Будет Жидкая или густая Мы берем Фалангу Большого пальца Надавливаем На нее сверху Другим большим пальцем Надавливаем До того Достаточно сильно Чувствительно До того момента Пока большой палец Не побелеет Как только На который мы надавливаем Когда мы Надавили До побеления Резко отпускаем И по скорости Обратного краснения Ногтя Если это происходит Мгновенно Значит наша кровь Жидкая Если это происходит Достаточно медленно И вы видите Чуть ли не как волна Вот эта движется Заполняющая ноготь Это говорит о том Что наша кровь густая Как В своих бытовых Простейших условиях Сделать так Чтобы Наша кровь Была жидкая Для этого Я использую Всем своим Членам семьи Своей жене Своим близким Родным Я советую Такой метод Они его используют Всем пациентам Это Применение бытовой соды Пить содовый Настой по утрам При пробуждении Очень много информации По поводу того Что сода может уредить На самом деле Сода полезна Если ее правильно Готовить И в нужное время Употреблять Тогда сода Не причинит Никакого вреда Это очень эффективное Средство Для оздоровления Нашего организма В частности Для восстановления Функций крови Для Ну так же Еще она очень полезна Для желудка Так вот Как готовить Мы берем Пол чайной ложки Соды Без горки Пол чайной ложки Соды Без горки Это Доза рассчитанная На организм Среднего По комплекции Мужчины Если это Ребенок Или слабая Женщина То мы берем От одной пятой Чайной ложки Соды То есть меньше Но Можно брать Чайную ложку Соды Но это Если Мы полностью Уверены В своих силах Лучше все равно Начинать С половинки Чайной ложки И уже затем Увеличивать Если по вкусу Вам кажется Слабовато Так вот Мы берем Пол чайной ложки Соды Без горки Высыпаем В пустой стакан Заливаем Сверху 100 миллилитрами Кипятка В лучшем случае Это будет Вода Температурой Примерно Где-то 94-96 Градус Это состояние Когда над водой Появляется Белый пар Белый дым Она начинает парить Вот такой водой Заливаем эту соду Перемешиваем Сода в это время Шипит Пенится Она гасится В этот момент И затем После того Как произошли Все эти процессы Мы заливаем Еще 100 миллилитрами Теплой воды Перемешиваем Между собой И полученные 200 миллилитров Мы выпиваем Опять же Это доза Рассчитанная На организм Взрослого человека Если это Женщинам В принципе Женщинам Даже после 15 лет Уже можно Так же Переходить На 200 миллилитров Если это ребенок До 15-10-12 лет То ему можно Делать половину Этой дозы 100 миллилитров Концентрацию Можно тоже Сделать Немножко меньше Так вот Полученный Содовый Водный раствор Необходимо Употреблять Сразу после Пробуждения Когда мы Только проснулись Первое Что мы делаем Это мы пьем Вот такую вот Соду Дальше Уже можно По прошествии 20 минут Можно кушать Можно делать Какие-то еще Другие мероприятия Которые у вас Запланированы Что дает нам Употребление Такого водного Раствора Во-первых Разжижает Грибы Во-вторых Убирает Грибы Из желудка Грибы В нашем желудке Это Частый И Достаточно Грозный Враг С ним нужно Очень открыто И решительно Бороться Так вот Разжижает кровь Убирает Грибы Из желудка Запускает Моторику Кишечника Способствует Опражнению Желчного пузыря То есть Настолько важные Процессы Происходят в организме После употребления Содового раствора Что сравнить Их По эффективности Особо Не с чем Кстати В тибетской Медицине В джудши Есть Упоминание Об употреблении При пробуждении Просто горячей воды Они делают Это для того Чтобы С их слов Удалить Слизь из желудка Так вот Мы Делаем Это Примерно С той же целью Но с большим пониманием Помимо того Что убирается Слизь из желудка Вот это Тегрибе О которых я говорил Уходит Также Разжижается кровь Улучшается Моторика Работа кишечника Улучшается Желчеотделение Это что касается Крови Следующий Очень важный Фактор Который Будет Иметь Решающее значение Для нашего здоровья Это состояние Лимфатической системы То есть Лимфоток Что из себя Представляет Лимфа Лимфа По факту Это дренажная Система нашего организма Лимфатическая Жидкость Заполняет Межклеточное Пространство И в нее Клетки Сбрасывают Все продукты Своего метаболизма То есть Продукты Жизнедеятельности Клеток Все уходят В лимфу И лимфа Эти продукты Жизнедеятельности Из нашего организма Выводит Выводит На слизистую Кишечника Выводит На слизистую Желудка И оттуда Уже Это выводится Из нашего организма При этом Необходимо Следить За состоянием Либо в состоянии Золь Состояние золь Это когда она мягкая Либо в состоянии Гель Как нам самостоятельно Понять В каком состоянии У нас находится Лимфатическая система В каком состоянии Находится лимфа Мы можем Простейшим образом Упределить Берем складку На том же самом Животе Складку кожи Немножко ее Приподнимаем И начинаем ее Прокатывать Если при прокатывании Складки Мы ощущаем Болезненность Это будет говорить О том Что у нас лимфа Находится в плотном Состоянии В состоянии гель И нам необходимо ее разжижать. Чем опасно состояние гель для нашего организма? Это говорит о лимфатическом застое, о том, что лимфа особо не движется, о том, что вредные вещества из нашего организма не выводятся. Чем мы можем себе помочь для того, чтобы сделать лимфу более жидкой? Это, во-первых, употреблять необходимое количество теплой воды. Я повторяю о том, что именно теплой воды, не просто воды, ни чая, ни кофе, ни супа, чего угодно, какой жидкости, а именно достаточное количество теплой воды. Какое количество теплой воды мы должны употреблять? Просчитать элементарно просто. То есть наш вес умножаем на 3, грубо говоря. Если человек весит 60, ему нужно выпивать литр 800, то есть около 2 литров теплой воды в сутки. В этом случае состояние лимфы будет приближаться к идеальному. Помимо того, что необходимо пить достаточное количество воды, нужно самостоятельно те участки застойной лимфы, болезненные при прокатывании складок, которые вы обнаружили, себе разминать. Вот так вот прокатывать складочки. Тем самым добавлять, придавать движение лимфе. Можно использовать травки, лист брусники, для того, чтобы он очень помогает, способствует движению лимфы. Лист черной смородины, корень солодки. Это травы, которые способствуют разжижению лимфы и восстановлению работы лимфатической системы. Как это делать? Допустим, вот я назвал лист черной смородины, лист брусники и корень солодки. Все это берем в равных объемах, перемешиваем. Из полученной смеси берем столовую ложку, заливаем ее пол-литрами кипятка, ночь настаиваем и на следующий день в течение дня натощак выпиваем. Это простейший состав для того, чтобы наша лимфа приходила в норму. Итак, мы перечислили состояние крови, состояние лимфы, состояние нервной системы, о том, что человек должен стараться каким-то образом либо не нервничать, либо умело сбрасывать с себя это нервное напряжение. Дальше очень важно отметить состояние желудка. Наш желудок связан и с нашим головным мозгом, он и связан со всеми остальными органами нашего организма. И поэтому от состояния нашего желудка, можно прямо сказать, зависит состояние всего нашего организма. Чем мы можем навредить нашему желудку, даже не зная об этом? Ну, во-первых, стрессами. При каждом стрессе наш желудок сжимается. Поскольку желудок – это мышечный мешок, то он подвержен сжатию, напряжению и расслаблению. Во время стресса он напрягается. Когда желудок напрягается, он перестает выполнять все свои функции. Желудочные соки не достигают необходимой концентрации. Желудок перестает формировать пищевой комок в таком объеме, как он должен это делать. То есть, желудок, он разминает пищу, он обволакивает пищу своими пищеварительными соками, и дальше уже он усваивает белки, и дальше вот уже пища идет, как бы, обработанная желудочными соками и сформированная. Так вот, если желудок плотный, напряженный, то он не вырабатывает нужной концентрации желудочного сока, соответственно, желудочный сок нужным образом не переваривает пищу. А дальше пища не формируется нужным образом в пищевое пространство, и в таком виде она идет дальше в организм человека, и, соответственно, уже весь процесс пищеварения нарушается. Если нарушается процесс пищеварения, то нарушается и питание нашего организма, нарушается и выведение из нашего организма. То есть, что значит? Плохо переваренные продукты будут лежать гнить в нашем кишечнике. Если в нашем кишечнике есть наличие гнилостных процессов, то это значит, что в нашем организме идут процессы самоотравления. И таким образом, если наша пища плохо переварена, то вместо пользы от нее мы получим вред, мы сами себя отравим. Это бывает в каком случае? Если мы плохо переживали пищу. Переживая пищу мы должны до состояния, чтобы фракции пищи, частички были, не больше 1 мм, ну максимум 2 мм. В таком случае они хорошо пропитываются желудочным соком и впоследствии хорошо перевариваются. Если пища гниет в нашем кишечнике, то, соответственно, мы получаем интоксикацию и повышенную нагрузку на почки. Ну и так далее. Каким образом мы можем помочь своему желудку? Захар, давай мы сейчас прервемся, потому что у нас наступает время музыкальной паузы. Мы запоминаем, каким образом мы можем помочь своему желудку. Вот на этих словах мы прерваемся. И дальше я ставлю музыкальную паузу, отдыхаем около трех минуточек, собираем все мозги в кучку и потом продолжаем по теме. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 3 сентября 2015 года, четверг. 23 день месяца завершения 7523 лета шестица. Захар Белинский или кому как нравится Ари Рат нам рассказывает про то, что же такое практики исцеления через массаж живота или правку живота. Вот так мы и определили, что будем называть это правкой живота, а не висцеральной терапией. И остановились мы на желудке о том, что желудок получается очень важная у нас часть нашего организма. И остановились на том, как помочь нашему желудку, чтобы не страдал не он, и чтобы мы не страдали. Но прежде чем он продолжит, я хочу задать вопрос. Про соду очень много сейчас статей различных выходит, видео. Люди говорят о том, как они онкологию излечили. И причем уже не один пример заснятый. И показывают листы, вот эти медицинские свои выписки о том, что да, была онкология, вот теперь ее нет, живы, здоровы, счастливы, довольны. Но неоднократно я слышал про то, что современная пищевая сода в этих вот желто-оранжевых-белых коробочках, она не просто сода. Там какая-то такая еще добавка пищевая. Е500 есть. То есть пишут пищевая сода, потом Е500. И разрыхлитель. И вот многие говорят, что это очень вредная штука. Если же лазить по сайтам, то по сайтам, когда лазишь, то находишь примерно одинаковую информацию. Ну, например, описание пищевой добавки Е500. И вот тут написано следующее. В пищевой промышленности карбонат натрия зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е500, регулятор кислотности, разрыхлителя, препятствующая комкованию и слеживанию. В быту Е500 называют обычной содой. Дальше идет формула, описание, несколько описаний и так далее. То есть на всех этих сайтах приводится такая информация, что Е500 – это и есть сода. И на мой взгляд, это получается так, что чтобы придерживаться европейского стандарта, помимо русского названия, пишут еще и вот этот вот табличный символ, или как табличную формулировку Е500. Вот что ты скажешь про это? Да, я сталкивался с такой содой, где написано Е500. В продаже у нас есть еще белорусская сода, где не написано, что там Е500. Там просто написано «сода пищевая». Но даже применение такой соды, оно не вызывало у пациентов никаких осложнений, никаких проблем. Вот, то есть проверено. Возможно, это дань современной индустрии. Возможно, ну, то есть я здесь никаких гарантий дать не могу, но скажу только, что я применял соду и нашему отечественному, где существует эта надпись Е500, и никаких проблем не возникало. Хорошо. Ну, давай дальше теперь про желудок поговорим. Как же помочь нашему желудку? Сделаю небольшое отступление. Ты сказал по поводу того, что есть упоминание о том, что люди лечат онкологию при помощи соды. Я хочу на своем примере подтвердить, что это действительно так. Употребление соды натрия и гидрокарбоната помогает при лечении, при оздоровлении онкопроцесса. Причем каким образом? Это внутривенное введение раствора натрия и гидрокарбоната 4-5%. Либо это употребление от пищевой формы, как я говорил, натрия и гидрокарбоната. Либо это промывание кишечника при помощи содовых растворов. То есть здесь есть какое мнение о том, что онкопроцессы в подавляющем большинстве образуют взаимодействие вируса герпеса и гриба рода кандида в нашем организме в определенном месте. И когда мы воздействуем на опухоль содой, то мы выбираем из этой связки грибы. При гибели грибов одного вируса герпеса уже недостаточно для дальнейшего существования, развития ракового процесса. И он прекращает свою деятельность, организм выздоравливает. То, что ты говоришь по поводу, что сода лечит рак, я подтверждаю это и на примере своих пациентов. Тогда позволь мне еще вопрос задать. Я предлагаю сделать отдельную передачу, посвященную онкологии, вопросам онкологии, и разобрать, что такое кандида и что такое герпес. Потому что вот сейчас у нас заражение герпесом у всех современных людей, это просто бич какой-то. Они все ходят с этими герпесами на губах, на щеках, где только это не встречается. Это герпес, и как от этой заразы избавиться, мне кажется, здесь надо будет отдельную передачу делать. Потому что молодежь вся заражена этим герпесом. Плюс там стафилококки всякие. Вот по этим вопросам я предлагаю сделать отдельную передачу, если, конечно, у тебя будет желание. У меня есть большое желание, потому что на эту тему существует определенный достаточный информационный дефицит. Не все знают, как правильно от этого избавляться, как правильно профилактироваться даже уже при здоровом организме. Я считаю, что действительно это большой раздел, которому можно посвятить одну или несколько передач. Можно даже следующую посвятить этому. Хорошо. И по поводу 4-процентного раствора соды. Давай уточним, буквально так коротенько, что имеется в виду 4-процентный раствор, и с чем его надо мешать. Что, взяли просто воду из-под крана, и туда бухнули ложку соды, на литр, к примеру, или там есть какие-то дополнительные составляющие, и количество соды как-то измеряется по отношению к 100 граммам или к литру. Давай здесь уточним и пойдем дальше по желудку. Для внутривенного введения используется раствор, приготовленный в рецептурной аптеке. Это лекарство продается без рецепта, без назначения врача. Любой человек может прийти в своем городе в государственную рецептурную аптеку, и если там производят натрий и гидрокарбонат для внутривенного введения, то приобрести ее, или, как говорят, врачи для инфузионного. Для внутривенного введения используем только такую. Я сам использую такую, свободно покупаю в рецептурной аптеке и назначаю пациентам. Что касается питьевой формы, питьевой формы я сказал. Что касается формы для введения ректально, то есть промывания кишечника, то здесь мы используем концентрацию одна столовая ложка соды без горки на 800 миллилитров жидкости при температуре 38-40 градусов. То есть, вот так вот. Наверное, ответил на твой вопрос. Хорошо. Ну, а если человек живет в таком месте, где нет таких аптек, а ему нужно каждый день делать капельницы, капельницы, как это тогда делается? Какие-то есть... Да, есть выход. Выход элементарный. Просто капать себе в прямую кишку из той концентрации, которую я сказал. Эффективность будет в два раза меньше, но она все-таки будет. Ему придется прокапать просто в два раза больше. То есть, не в вену, то есть, не в вену, а в прямую кишку? В прямую кишку ставим обычную капельницу. Из капельницы удаляем иглу и пластиковый наконечник. Оставляем просто вот эту вот резиновую, мягкую штуковину в конце. Немножко чем-то смазываем саму эту резиновую штуковину. Смазываем анальное отверстие. Там, допустим, можно использовать вазелин или какую-то другую мазь. И вводим себе в прямую, там, в анальное отверстие, в прямую кишку вот эту вот капельницу. И включаем скорость капания ни одна капля в секунду. Подобная скорость капания позволяет организму впитывать, всасывать себя в входящий раствор. Он будет всасываться в районе сигмовидной кишки. Положение при проведении капельницы лежа на левом боку. Ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов. Положение туловища. То есть, такого позыва сбегать в туалет уже как при эклизме не будет? Если мы поставим большую скорость капания, то есть, быстрее, чем капли в секунду, у нас может возникнуть позыв в туалет. Если поставим капли в секунду, не возникнет. При этом, перед проведением такой капельницы, желательно, конечно, сделать очистительную клизму. Опять же, бытует такое мнение, что лучше клизму делать не просто теплой водой, а вот именно тоже с содой. Если, что касается промывочной... Да, промывочной. ...при помощи воды, то здесь лучше делать водой температурой 20-22 градуса, то есть, комнатной температуры, слегка подсоленной. Подсоленной, причем, одна чайная ложка на литр жидкости. Такой водой будет полезно и хорошо делать предварительное промывание кишечника перед тем, как уже содовое вливание. Потом сбегать в туалет и наслаждаться уже капельницей. Хорошо. А капельницы сколько примерно? 200 грамм литр? Сколько всегда вливать? Ну, до 400 миллилитров. От 200 до 400 миллилитров. 400 миллилитров при внутривенном введении это максимальная доза. Но и при введении в прямую кишку тоже перебарщивать не стоит, потому что может не усвоиться, да и все, не выйдет потом. А ты говоришь, что меньше эффект. Почему меньше? Ведь там же всасывание идет. Идет всасывание, но в вену непосредственно идет. Но это все равно, что как вот ты таблетку пьешь, кишечник ее закидываешь, ну, в смысле, оглотаешь. Или в вену. То есть здесь прямое действие уже в кровь попадает вещество, а здесь оно все-таки сначала всасывается в кишке, а потом там через эти капиллярчики там попадает и так далее. То есть здесь вещество проходит более длинный путь, и поэтому действие немножко отложено и менее выраженное. Поэтому придется сделать в два раза большее количество, чтобы стечь такого же эффекта. Хорошо. Но все-таки мне хотелось бы разобраться с раствором, потому что, я говорю, иногда человеку вот обнаружили, например, да, такую неприятность, и хочется побыстрее это сделать. И все-таки венозный такой ввод, он более быстрый, более качественный, более скорый. Может быть, вот как-нибудь в дальнейшем разобраться с этими растворами процентными и как-то уже в себя закапать напрямую. Но ты рекомендуешь все-таки покупать в аптеке? Я рекомендую покупать в аптеке. Во-первых, недорогой. Допустим, в Ростове на Дону он стоит там порядка 86 рублей за 200 миллилитров. А как... Давай тогда еще продолжим вот тему. А как часто надо вливать и как быстро какие-то изменения происходят уже по поводу онкологии? Что касается частоты вливаний. Желательно, конечно, вообще работать в случае с онкологией достаточно интенсивно. Но при интенсивной работе нужно давать организму еще время на восстановление. Поэтому я бы рекомендовал через день. При острых, там, тяжелых состояниях работать в этом случае с человеком можно каждый день. Но опять же, нужно смотреть по самому организму. То есть успевает человек восстанавливаться, не успевает человек восстанавливаться после предыдущей процедуры. Потому что работа с животом, правка живота и все сопутствующие процедуры, которые включаются в висцеральную терапию, это по силе своего воздействия они сравнимы с хирургической операцией. Поэтому нужно очень внимательно подходить ко всем этим процедурам. Я скажу прямо, что можно не туда нажать себе на живот и получим проблему. Поэтому прежде чем куда-то себе давить, можно разобраться, куда ты давишь. А что ты давишь? А что ты хочешь получить в конце? Понятно. Ну ладно, хорошо. Давай, все-таки это отдельная передача. Сейчас не будем уже отвлекаться. Я думаю, что первичную информацию наши радиослушатели получили. И теперь возвращаемся к желудку. Итак, как же помогать нашему желудку? Ну, я здесь вернусь опять же к употреблению соды. Это раз. Пить соду. Это нормализация состояния желудка. Второе, это, как ни странно, такое вызывать рвоту у себя. Почему вызывать рвоту? Потому что, когда мы вызываем рвоту, наш желудок как бы выворачивается наизнанку. То есть, что значит выворачивается наизнанку? Он сжимается, разжимается. Наш желудок – это мышечный мешок. И любые упражнения, как-то сжатие-разжатие, ему полезны. Вызывая рвоту, мы тренируем наш желудок. Делаем его более эластичным, более сильным. Потому что, если желудок долгое время находится в сжатом, напряженном состоянии, он теряет часть своих функций. Поэтому нужно заставлять его двигаться. Вызов рвоту, он в какой-то части сравним с прямым воздействием на сам желудок. Руками терапевта, руками доктора. Пьем соду, вызываем рвоту. В качестве травок профилактирующих, то я бы здесь привел самую полезную, это аэроболотный для нашего живота. Он поразительное воздействие оказывает. Есть такая желудочная настойка, которая снимает спазмы очень хорошо из желудка, из внутренних органов. Она делается элементарно. Берется в равных пропорциях. Спиртовая настойка полыни, спиртовая настойка мяты и спиртовая настойка валерьяны. Перемешивается в равных пропорциях и затем употребляется одна капля на килограмм веса, причем по полдозы утром и вечером. То есть, если человек весит 60 килограмм, то он утром выпивает 30 капель смешанные настойки и вечером выпивает 30 капель смешанные настойки. Выпиваем где-то через час после еды. Значит, это болотная желудочная настойка. Есть такое замечательное упражнение. Мы при помощи мяча можем разминать свой живот, желудок, если у нас болит. Как это делается? Мы берем мячик резиновый по размерам. Это опять же, я говорю, способы, которые можно... Человек, не особо владеющий всеми этими массажными техниками, может делать, помогать сам себе. Так вот, берем мячик резиновый, который по размеру будет примерно как два наших кулака сжатых, чтобы он был в средней жесткости, то есть, не мягкий, не жесткий. Кладем его себе на низ живота, там, в область, чуть выше лобка. Ложимся на него, опираясь на колени и локти. Прижимая весом своего тела мячик к поверхности, мы начинаем на нем прокатываться, опускаемся как бы, делаем так, чтобы мяч поднимался по животу снизу вверх. Тем самым мы мягко при помощи этого мяча разминаем наши внутренние органы. Что касается массажа живота при помощи такого мяча, то мы ложимся мячом, вернее, ложимся на мяч областью желудка, легли, мяч придавили, почувствовали до легкого болевого ощущения в области желудка и начали движение из стороны в сторону и по кругу, но не вверх-вниз, потому что, если мы будем двигать мячом вниз, то, возможно, мы будем делать действия, которые способствуют опущению желудка. Поэтому двигаемся уже вправо-влево и как бы по кругу, по спирали можно так сделать. Вот. Ну, это так. Ну, еще, конечно, можно делать самомассаж. Сам массаж живота это вещь достаточно доступная, процедура достаточно доступная, ничего сложного в ней нет, но для того, чтобы ее правильно выполнить, нужно знать несколько аспектов. Во-первых, ну, во-первых, точно знать, где у нас располагается желудок. Желудок у нас располагается в эпигастральной области, это вот, где солнечное сплетение и чуть ниже, до, примерно, вот до середины реберных дуг. Вообще, желудок может располагаться, в принципе, у человека как угодно. Его расположение, опущен он, не опущен, мы можем узнать по своему пупу. И вообще, как говорят, сорван у нас, живот не сорван, то есть, есть ли у нас опущение внутренних органов, нет опущения внутренних органов, можно определить по своему пупу. Как это сделать? Мы берем какую-то веревочку. Один край ее фиксируем в центре пупа, надежно фиксируем. Второй мы прикладываем к вершине подвздошной ости. Сначала левой, то есть, кости таза, со стороны живота, и вот мы здесь нащупываем и справа, и слева подвздошный образ. И вот к вершине подвздошных кольстей. Сначала с одной стороны фиксируем ту длину веревочек, которая была, и затем передвигаем эту же веревочку в другую сторону. Если расстояние что справа, что слева будет одинаково, значит, в горизонтальной плоскости, вернее, в вертикальной плоскости наш живот, наш желудок не опущен, не сорван. Все нормально. Вернее, в горизонтальной, ни вправо, ни влево, он никуда не сдвинулся. Как определить, есть ли опущение непосредственно? То есть, то, что я сейчас перед этим рассказывал, это мы смотрим, есть ли смещение вправо или влево. Как определить, есть ли у нас опущение вниз? Нам можно либо сесть, либо лечь, и нужно посмотреть среднюю линию живота. Это обычно линия, которая может пролегать в виде складки вдоль всего живота. Если эта складка проходит через пупок, то это будет нам говорить о том, что у нас нет опущения живота. Если эта складка будет проходить выше пупка, средняя линия живота, значит, у нас есть опущение внутренних органов и примерно вот по такое расстояние, насколько эта складка будет находиться ниже пупка. Вот. Если этой складки сразу не видно, ее можно увидеть, собрав живот, как бы, пальцами с обеих сторон, она обычно появляется. Или наоборот, раздвинутая, то есть, какие-то манипуляции поделать, чтобы увидеть среднюю линию живота. Также можно определить, смещен ли наш живот или нет, просто засунув палец в пупок. Если только засунув палец в пупок, мы сразу ощутили справа или слева пульсацию, без какого-либо сдвижения пупка, правая или влевая, это говорит о том, что там, с той стороны, где мы сразу же ощутили пульсацию, в той стороны он у нас изменит. Что касается здоровья желудка. Следующим основным этапом в состоянии нашего здоровья является, конечно же, наша печень. А в частности, я хочу сказать о желчном пузыре. От желчного пузыря также зависит очень многое здоровья человека. Но прежде всего это и выведение токсина в печени через желчь. Это и отделение желчи в процессе пищеварения оказывает влияние на нашу поджелудочную железу, на работу кишечника. Если у нас нарушен отток желчи, то в этом случае наш кишечник, наша поджелудочная железа уже функционально будут ослаблены. Что я подразумеваю под оттоком желчи? Читается по крайней мере в нашем это и вот те, кто занимается висеральной терапии или еще называть висеральной терапевте. Мы считаем, что утром необходим отток желчи во время завтрака для того, чтобы запустить моторику работы кишечника, для того, чтобы запустить работу наибольшим образом по желудочной железы. Когда это, вернее, при каких условиях это происходит оптимально? Когда мы на завтрак употребляем небольшое количество животного белка. Что я понимаю под животным белком. Здесь я хочу сказать о том, что на завтрак полезно употреблять пусть даже и небольшое, но количество мяса, курицы, морской рыбы или яиц, куриных, перепелиных. Это будет способствовать сбору желчи. Для того, что в нашем организме есть механизм, который запускает сбор желчи. в желудке находятся рецепторы, реагирующие на появление в желудке животного белка. И как только они ощущают его появление, они дают сигнал на сброс желчи. В самом простейшем виде это выглядит так. И впоследствии, как получен этот сигнал, желчь сбрасывается. Уже кишечник подготавливается к приему пищи. Но при этом очень важно, чтобы сам процесс сброса желчи происходил легко. Из-за чего может быть нарушен процесс сброса желчи? Это, во-первых, из-за перегибов самого желчного кузыря, из-за такой достаточно распространенной болезни, дискинезия желчеводящих протоков. Он может быть нарушен из-за спазмированной луковицы двенадцатиперстной кишки. Это, опять же, все из той же области, что необходимо разминать свой живот, необходимо разминать область желудка, область печени. Если эти области у нас нарушены, то даже если вы употребили на завтрак животный белок, то отток желчи все равно будет затруднено. В данном случае, возможно, эффект будет гораздо меньше. Каким образом нам стимулировать восстановление работы желчного пузыря? Если у нас присутствует загиб желчного пузыря, при загибе желчного пузыря, очень хорошо помогает опять же висцеральный массаж, то есть печени, руками обдавливать область печени, область правого и середины левого подведения. это прежде чем выполнять массаж печени необходимо массировать область локолицы двенадцатиперстной кишки, то есть расслабить двенадцатиперстную кишку, снять напряжение оттуда, чтобы сфинкеры желчеводящих потоков не имели напряжения и открывались свободно. вот ну и посредством чего нужно это сделать я опять же сказал при помощи массажа ручного очень хорошо здесь помогают также пиявки постановки пиявок на эту область они дают снять у всех этих проблем также очень полезно какие-то желчеводящие травы но здесь опять же очень важно обратить внимание на состояние самого желчного пузыря нет не идет ли процесс формирования камня в желчном пузыре какого качества у нас желчь и нет ли там уже сформировавшихся камней и место их расположения простейшее знание о том если у нас камень в желчном пузыре или нет нам даст ноготь большого пальца правой ноги все просто мы смотрим на ноготь большого пальца правой ноги если этот ноготь чистый здоровый красивый значит у нас никаких ни камней не процесс формирования камня по всей видимости нет если это камень подвержена если ноготь подвержен уже каким-то и формат либо там поселился грибок и многое там каким-то образом начал расслабиться иначе уполчаться своим в своем состоянии то он это будет служить некоторых сигнал о том что грешном пузырю нужно подойти очень внимательно желательно здесь сделать узи то есть посмотреть что там внутри в желчном пузыре находится вот потому что если мы чем воздействовать на желчный пузырь в котором присутствует камень мы можем нанести травму желчного пузырю вплоть до его разрыва поэтому прежде чем воздействовать на свой желчный пузырь самостоятельно то ли это давлением то ли это потреблением какие-то желчегонных трав можно обратить внимание нет ли там камня потому что даже приемом лучегонных трав мы можем стимулировать движение камня в желчном пузыре закупорку протоков и ничего хорошего из этого не будет если примеру что делать если вы обнаружили что возможно у вас по состоянию ногтя там есть камень желчный пузырь здесь нам помогает животная желчь то ли это свиная желчь то ли это телящая то ли это каких-то других животных либо слух черной редьки с медом как делается такой рецепт он похож на рецепт от кашляв не часто пациенты говорят когда им но тем не менее он очень эффективен при лечении вот ситуации с камнями желчного пузыря значит берется черная редька в ней ложкой внутри но она связается то верхушка у нее ложкой внутри у нее выковыривается сердцевина тогда немножко и туда наливается немножко хорошего майского меда женикал такого ставится на ночь за ночь мед перемешивается с соком черной редьки впитывает себя этот сок и получается такая своеобразная жижица сока черной редьки и меда и вот начиная от одной столовой ложки два раза в день и постепенно увеличиваем потребление мы таким образом боремся с самим этим камнем что касается желчных пузырей животных там настаивается обычно три-четыре желчных пузыря на примере свиных три-четыре свиных желчных пузыря на пол нитра водки и опять же такой настой пьется по столовой ложке можно два-три раза в день в течение трех-четырех недель по идее он должен размягчить камень желчном пузыре и впоследствии опять же все-таки лучше я считаю обратиться к специалисту который может либо к специалисту по народной медицине либо доступном тому специалисту по которым вам доступен чтобы он каким-то образом диагностировал состояние вашего желчного пузыря никому не это что касается желчного пузыря но дальше можно сказать о огромной роли почек здоровья нашего организма во многих не только в русской но и во многих других оздоровительных системах мира говорится что . сосредоточенная жизнь человека жизненная энергия как говорят в традиционной китайской медицине на чем это основывается на том что почки но буквально без почек человек погибнет если у человека не будет почек он просто погибнет если не откажет в принципе многие почки занимается выведением из нашего организма шлаков токсинов через мочу через он то есть через кожу через волосы иногда так бывает что когда почки не справляется организм не справляется с введением токсинов посредством обычного то они прячут таксины в корень волосы этим обусловлено что часто женщины чаще женщины чем мужчины говорят что очень много выпадает волос так вот выпадение волос это следствие интоксикации интоксикации нашего организма вот причина этой интоксикации нужно уже разбираться давай сейчас мы еще разок прерываемся на музыкальную паузу значит начали разговор про почки понятно что почки очень очень серьезная такая штуковина в нашем организме и отвечает за очень много и вот за на что он отвечает и как с этим делом быть мы продолжим после музыкальной паузы продолжаем эфир на народном славянском радио 3 сентября 2015 года четверг 23 день месяца завершения 7523 лета шестица захар белинский или арират кому как нравится рассказывает о сложных взаимодействиях которые происходят в нашем животе внутри нашего живота и тех сложных последствиях которые эти взаимодействия вызывают а также о том что же с этими взаимодействиями последствиями делать как нам себя защитить как себя исцелить и все это связано с правкой живота которая по современному называется висцеральная терапия мы остановились на почках поняли что почки это очень важный орган что они выводят всякую дрянь через выделение различные фильтруют и в том случае если они себя не не хорошо ведут или отказывают или в них что-то заводится то в этом случае и нас ждет не какая-то нехорошая айяйка вот давай теперь пройти айяйки мы поговорим как с ними бороться совершенно верно если я бы немножко добавил сказал что в нашем организме все просто и взаимодействие у него простые по-русски я думаю это будет более правильно сказать просто конечно с трудом но просто что касается почек я продолжу значит почки являются выделительной системы нашего организма и нарушение в них есть функциональные естественно сказываются на состоянии всего всего нашего организма если мы вернее скажу немножко иначе чем мы ухудшаем здоровье своих почек в повседневной жизни но это во первых начну с того что чрезмерным употреблением пищи та пища которая у нас не усваивается будьте уверены она обязательно будет лежать в нашем кишечнике и гнить не отравлять наш кишечник как определить насколько велики и существуют ли вообще гнилостные процессы в нашем кишечнике все тоже очень просто когда мы ходим в туалет как говорят по большому то если при этом мы ощущаем наши фекалии какашки источает зловонию причем такую очень сильную иногда говорят змей наелся это будет говорить о том что очень много и они они обширные гнилостные процессы в нашем кишечнике как бы это странно не показалось но наши экскременты не должны зловонить вот и чем более зловонны ваши экскременты тем больше гнилостных процессов вашем кишечнике это скажем первый такой диагностический момент а если есть гнилостные процессы значит есть интоксикация организма значит почки скорее всего перегружены как также по внешнему виду определить больно у нас почки или нет но это пара орбитальной области глаз то есть те области кожи нижние века верхние века если есть темные круги под глазами это говорит об интоксикации почки если есть мешки под глазами то это говорит о функциональном расстройстве почек если у нас уши примеру если ребенок лопоухие это может говорить то что у почки повернуты то есть ротация почки произошла возможно вследствие наличия кишечных глазов кишечных газов иногда поворачивает почки куда достигает большого количества газов пузыри вот наши игры является представить представительной зоной наших мочеточников под коленкой расположена представительная зона почек и если мы ощущаем какие-то спазмы в игре там судно не дай бог по начал это может говорить о том что может быть даже и песочек идет у наших почек полночиточник поэтому ощущаем такие вот что еще может быть причиной интоксикации и вредного воздействия на почки это паразиты которые могут жить в принципе в любом любой нашей части организма в кишечнике в печени в легких мышцах где угодно головном мозге и в процессе своей жизнедеятельности они выделяют продукты метаболизма эти продукты являются для нашего организма токсинами плюс сами эти паразиты периодически погибают и разлагаются прямо в нашем организме тоже является токсинами для нашего организма еще один отравляющий фактор следующий отравляющий фактор мы уже два назвали переедание паразиты вирусы и третий фактор это медикаментозная интоксикация когда человек пил очень много различных препаратов медикаментозных химических тогда на почки ложится еще дополнительная нагрузка по выведению этих химических препаратов плюс есть некоторые продукты которые сами по себе оказывают вред почкам это например молоко как бы это может быть странно не звучало для некоторых потому что я знаю что часть слушателей возможно очень уважительно относится к молоку и часто его употребляет может быть я сейчас конечно вас шокирую но я скажу что молоко для человека после пяти лет не полезно и более того даже вредно до пяти лет молоко организме человек усваивается после пяти лет молоко организме человека приносит на самом деле только вредно оно является после пяти лет уже и фактором стимулирующим увеличение количества грибной колонии нашем организме сам по себе молоко является холодным продуктом она наносит удар по почкам потому что на почке все холодные продукты оказывают полизнетворное влияние самым вредным продуктом для почек можно назвать такой продукт как мороженое если вы кушаете мороженое то знаете что наносите большой удар до почки я не говорю об алкоголе само собой разумеющийся в общем потребляемых продуктов нет 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 ты поговори об алкоголе потому что есть люди которые считают что это норма ну правда у наших радиослушателей на такой проблемы в голове уже нет давным давно но все-таки вдруг кому-то дадут послушать то что ты говоришь и вот и с точки зрения доктора все-таки мог бы как-то вразумить людей которые еще предпочитают расслабляться при помощи вот таких алкогольных изделий особенно в ближайшие субботы и воскресенья ну что касается алкоголя алкоголь разрушает наш мозг об этом прекрасно говорит профессор жданов вот у него чудесные лекции по этому поводу и там исчерпывающим это все преподносит я скажу так что алкоголь разрушает наш мозг это раз когда утром с похмелья у нас болит голова и мы идем в туалет то в прямом смысле мы вместе с мочой выводим из себя наши отмершие мозги алкоголь непоправимым образом влияет на наши почки он просто их уничтожает если он алкоголь загущает кровь просто уничтожает наш организм как не то что загущает кровь делает кровь кислотной все старания все какие-то потуги жить долго здорово и счастливо и употребление алкоголя просто невозможно допустимо употребление алкоголя в крайне малых скажем так терапевтических дозах это до 50 миллилитров в сутки то это какие-то настойки на спирту настойки на водки даже допускается это какие-то употребления у такой дичайший хирург и в часах будет такое выражение чаловский колпак коньяка красного грана так вот но это максимум что допустимо употребление алкоголя для затуманивания сознания как норма как говорится умеренного питья это все ведет к уничтожению нашего тела в обращении нашего духа вот ты сказал про употребление маленьких количеств там 50 грамм особенно на ночь ведь многие скажут ну а доктор сказал можно употреблять я вот себя лечу это если доктор прописал 50 грамм на ночь тогда тогда может быть да а самостоятельно употребление причем систематическое это уже алкоголизм здесь нужно проводить разницу если доктор назначил так ведь многие доктора многие доктора по причине без причины назначают я неоднократно был свидетелем когда человек подходит и спрашивает доктора будущий больным доктор а мне можно так смотрят в глаза заискивающие в лечебных целях ну грамм 50 примен принимать там водочки или вот хорошего коньячка тот так по плечу походит конечно можно в лечебных целях всегда можно я понял алексей суть вопроса я скажу так что употребление спиртовой форме это можно так сказать что это один из не то что крайних случаев вот бывают определенные случаи когда выжимки из определенной травы можно сделать наилучшим образом только при помощи спирта это единичный случай сейчас не буду на этом останавливаться во всех остальных случаях это обычно настой на основе воды либо масла поэтому употребление спирта здесь можно свести к минимуму я в своем даже сегодняшнем беседе говорил об употреблении лечебных спиртовых настроек потом употребляется по каплям буквально два раза в день после еды да но это крайний случай как я все равно на самом деле я сам не употребляю спиртное вот и не пациентам не рекомендую и более того не то что я не запрещаю здесь у каждого свой выбор но я не не лечу человека который попреки мои просьбе продолжать да ну здесь давайте подведем итог от этого всего значит первое употребляя алкоголю должны знать что первое происходит закущение крови второе закисление крови дальше разложения мозгов происходит уничтожение мозгов дальше уничтожение тех органов с которыми алкоголь соприкасается и что самое неприятное еще происходит видоизменение генома у женщин в организме так вообще может происходить такие страшные вещи как изменение яйцеклеток или уничтожение яйцеклеток, вот это вот очень важно знать тем девушкам, которые иногда любят тоже расслабиться с пивом или с какой-то другой фигнёй на спирте. Вот это вот надо товарищи, подруги наши верные всем знать. Поэтому алкоголь это не просто так, средство развлечения, а это всё-таки страшнейший наркотический яд, и употребление любого наркотика и яда оно должно быть осмысленно, а не так, чтобы, дай-ка себе задурманю голову, или с этим наркотиком или ядом отмечу что-либо. От этих забав здоровомыслящий человек должен уже отойти. Я тоже уже давным-давно не употребляю алкоголь, и вот самое интересное я как-то открыл кладовочку свою, и вдруг там увидел, ёлки-палки, 8 бутылок, кстати, когда-то там дарили мне бутылки. Причём закрытые такие, хорошие, там, дорогущие, сейчас, наверное, по тысяч пять каждая бутылка стоит такой вот, то, что называется, элитный спирт там, содержащийся. И я, значит, эти бутылки все беру, прихожу на кухне, штопором открываю, и одна за одной начинаю переворачивать. Вот так вот. И думаю, а вот тогда, вот много лет назад, я бы мог это сделать? На моих глазах тут такие, такое сокровище вытекает, прям вот в раковину, а я стою и радуюсь этому всему. Ещё нос затыкаю, какая-то вся воняет дрянь. Вот мог бы я много лет назад, когда мне это всё дарили, вот так вот сделать? Не знаю. А вот сейчас мне хоть миллион платил рублей, я себе эту фигню заливать не буду. Ну да. Я ещё хотел здесь обратить внимание на такое, что вот в славянском мире в последнее время начали рекламировать, ну рекламировать, продвигать такой напиток, как медовуха, спиртовой. Вот так, ведь это абсолютно неверно, ведь медовуха никогда она спирта не содержала, и мы отворили без спирта, на воде. Вот. И подобная была медовуха. То есть это безоблуждение. И под этим делом, вроде бы, славяне, вроде бы, спиртное не пьют, а медовуха, пожалуйста, вот это, типа, наш славянский способ затуманивания хлопновения. А ты знаешь, это воздействие системы, мне кажется. Ведь есть люди, которые, я просто поражаюсь им, такие правильные вещи говорят, и там делают эко-поселения, и что только не делают. Ну все замечательно. Но к ним приезжаешь, или просто общаешься, и они начинают говорить, ну чем будем расслабляться? В смысле? Ну вот, мы там вот сами самогон хороший делаем, вот мы там медовуху тоже делаем, мы это делаем, и то делаем. Говорю, вы что, с ума сошли, что ли? То есть вот такие моменты, это, конечно, люди просто не понимают. Это воздействие системы, воспитание системы, хотя слово воспитание, оно славян немножечко другой смысл имеет, но современный смысл воспитания, что люди просто не понимают, что они говорят. И очень долго приходится объяснять, что они сказали какую-то глупость и несовместимую со славянством вообще. Ну ладно, так мы про почки говорили, вот прошлись по алкоголю. Здесь я хочу сразу из чата прочитать. Любую траву можно приготовить без спирта, это гриф написал. Вот, есть такое понятие, да, есть такое понятие, как ферментация. Ферментация, да. Да, и поэтому вот, друзья, обратите внимание, если вы говорите о каком-то славянском движении, если вы говорите о возрождении традиции древности, то в этом случае вы должны понимать, что есть навязанные нам условия жизни, а есть традиционные условия жизни. И вот традиционные условия жизни, они, в общем-то, всегда обходились без крепкого алкоголя, то есть на стойке, на крепкого алкоголя не делали, потому что он появился-то не так давно. До этого, если и была, то это была брага. А брага, в общем-то, это не является то, что сейчас квас, там говорят, это квас. Вот современный квас – это брага, современное пиво – это брага. Они никак не связаны с нашими представлениями, с нашей древностью. Вот имейте это в виду. Просто давайте уж честными быть к себе. Или вы в славянском мире, возрождение традиций, чтобы всем было хорошо и жилось там хорошо. Или вы продолжаете жить в иллюзорном мире, где существует подмена понятий, и вас держат за дурачков, а вы, как дурачки, повторяете глупости. Ну все, закончили, закрыли эту тему, давай дальше. Я хотел бы ответить на один вопрос, достаточно важный, мне кажется, вопрос. Могу это сделать? Ну конечно, если считаешь, то делай. Написано, как увеличить отток желчи, не употребляя животный белок. Это вот по той теме, что мы вернулись. Человек, скорее всего, не употребляет мясо, вегетарианец, может, или ганг. Ну да, я, кстати, я тоже давно уже не употребляю мясного, чувствую себя, кстати, стал чувствовать намного лучше уже много лет назад. Так что для меня просто засунуть в рот кусок мяса это какая-то вынужденная мера, когда вообще уже есть нечего, и надо выбор делать, помирать или жить. Вот в этом случае. А просто так себя засовывать я его не хочу. Поэтому мне эта тема тоже будет интересна. Здесь ничего, все опять же просто. Мы потребляем больше острого и больше горького. Потребляем какие-то желчегонные травы. Вот и все. То есть добавляйте в пищу больше перцев, добавляйте в пищу больше горечи, какие-то специи. Сейчас информация доступна, на этом специально останавливаться не будет. А, ну то есть давай так, утром встал, чтобы желчь выделилась, чтобы тебе прочистить. Нет, во время завтрака. Во время завтрака. Вот завтракаешь, и на завтрак съешь горькое, съешь острое, добавь там поперчи пищу, погорчи ее, и все, пожалуйста. Будет дополнительное желчное отделение. Понял. Вот здесь гриф пишет, эээ, к мясу не трожь. Знаешь, с точки зрения наших моментов, то все-таки мы считаем, что животный белок, он полезен. Я не говорю, допустим, мясо. Если человек не ест, к примеру, мясо, не употребляет, он может употреблять такой физический продукт, как масло кхи. Пожалуйста. Это топленое масло плюс специи определенным образом приготовлено, или просто топленое масло, или уже сливочное масло. Но все это будет тоже способствовать желчное отделение. Ну, понятно. В общем, найти некий заменитель, который и, с одной стороны, зверушек бы не трогали, и его моральные качества не трогали, и, с другой стороны, чтобы полностью функциональность, организм полностью была в норме. Да. Так вот, возвращаясь к почкам, возвращаясь к молоку, о том, о чем я говорил, хотел сказать несколько слов. Возможно, многие из числа слушателей тоже употребляют молоко, но на самом деле на практике установлено, что молоко человеку не полезно. В 80-х годах в Советском Союзе были физиологи, которые уже тогда писали о том, что человеку коровье молоко не полезно. Тысячи лет назад врачеватели древности писали о том, что человеку, даже маленькому младенцу, полезно молоко только от белой коровы. В чем суть? Суть в том, что молоко усваивается до 5 лет, это одно, а далее идет разговор о величине жиробелковой молекулы. Если жиробелковая молекула достаточно большая, то она нашим организмам не усваивается. Существует сейчас где-то даже предприятие, которое при помощи современных технологий уменьшает размер жиробелковой молекулы, делает, как сейчас можно говорить, нано, и поставляет такое вот нано-молоко. Оно, можно сказать, будет полезно. А обычное молоко, тем более от коровы, которая имеет темную пигментацию, не полезно. Если уже идти на какой-то компромисс, в данном случае, то нужно пить молоко от белой коровы, от чисто белой коровы. Что касается дальнейшего, то, что причиняет вред нашим почкам, это творог, как ни странно. В наших среди докторов и сериальных терапевтов говорят, хочешь быстрее посидеть, кушай больше творога. Потому что творог выводит из нашего организма медь, он выводит магний, вводит йод, прочие полезные вещества. И желательно, на самом деле, если человек хочет прожить достаточно долго и качественно, творог убрать из своего рациона. Вообще, молоко полезно человеку, но полезно в качестве лекарства, не в качестве пищевого продукта. Молоко хорошо абсорбирует на себя токсины, и выводит их из организма. В данном случае, справедливая поговорка, что яд от лекарства отличается лишь годами. Поэтому потребление молока в лечебных целях, когда вот такие рецепты, там, мед с молоком, когда мы простыли, когда нам нужно что-то, какую-то инфекцию из организма вывести, это полезно. Но когда человек ежедневно в лошадиных дозах употребляет молоко, это только увеличивает рост грибов его организма, увеличивает количество слизи и токсинов. Поэтому из молочной очень полезно, хочу сказать, кисломолочной. Почему? Потому что кисломолочная обладает запасом бифиды и лактобактерий. А бифиды и лактобактерии являются антагонистами грибов. Поэтому, когда человек употребляет кисломолочные продукты, то он определенным образом профилактирует свой организм от грибной инфекции. Среди, говоря о кисломолочной, наиболее, как бы о чем я говорю, это я говорю о кефире, это я говорю о тех кисломолочных продуктах, которые в своем составе не содержат сахара, это я говорю о сне. Это я говорю о йогуртах, но, как сейчас модно, добавлять различные фруктовые добавки в йогурты, ни в коем случае, то есть о натуральном йогурте. То же касается и фруктовых, то есть и кефирных напитков различных, сейчас есть напитки, это тоже добавление каких-то фруктов, ни в коем случае, Потому что молоко со сладким, с фруктозой, которая содержится в этих фруктах, с сахаром, это яд. И у нас есть листво. Поэтому если вы хотите употреблять кисломолочные продукты, употребляйте их в натуральном виде, без сахара, без каких-то пластиковых завиев. А еще хочу, пока передохнешь, я хочу отметить, что кисломолочные продукты, в принципе, очень легко приготовить у себя дома, причем в больших количествах. Достаточно найти хорошего производителя молока, чтобы это было не порошок, это там дрянь, которая не киснет, а чтобы это было все-таки основа натурального молока. Дальше или в аптеке, или, опять же, в магазине достать чистый, опять же, йогурт в баночках, например, без каких-то добавок, ну, лучше, может быть, даже купить сухой, то, что продается в аптеках, сухой порошок. И кипятите молоко, чтобы там убить все, что можно убить, там, бактерии, всякую дрянь, да. И после этого, когда она теплая, в трехлитровой банке, в литровую банку, как вам нравится, ставите, опять же, в теплое место, добавляете вот эти вот бактерии, или выливаете туда йогурт, опять же, без всяких дополнений, желательно вот дайте чистый йогурт, как правильно говорил Захар. И в этом случае закрываете, там, тряпочка какой-то теплой, и около батареи, если зима, ставите, ну, только чтобы не сжарилась, она не сварилась. И наутро у вас получается достаточно густой самодельный йогурт в больших количествах, что вы можете всю свою семью накормить, напоить. Так что вот это имейте в виду. Так способ, в принципе, вполне приемлемый. Он и дешевле получается, и вы знаете, что у вас там находится внутри, а не то, что вы покупаете все подряд, лишь бы только это называлось йогуртом. Да, сюда хотел еще дополнить, что если у вас, если вообще у человека проблема с почками, и он знает об этом, то употребление любого вида молочных продуктов, ему желательно сократить к минимуму. Как вы можете сами по себе, допустим, определить, что у вас может быть какая-то сильная проблема с почками? Ну, во-первых, по мочеотделению, по цвету мочи, то есть если она стала темной и коричневой, это уже какая-то ситуация с почками. Если у вас постоянные боли в области поясницы, если боли в области почек, это тоже может свидетельствовать о каких-то почечных нарушениях. И в данном случае вам нужно очень аккуратно подходить к подтвердению молока, потому что молоко здесь будет только в самодельной ситуации. Вот. О чем еще очень важно сказать? Отдельным кропой сказать о тех инфекциях, которые могут быть в нашем организме. Это паразитарные вирусные инфекции. Среди паразитов это могут быть как и простейшие, так и глистные инвазии. Прежде всего, нужно понимать, что если, вернее, не то, что понимать, а знать, потому что у подавляющего большинства людей на нашей планете так уж сложилось в современных условиях, что там более чем 90 пациентов населения планеты есть паразиты. И нужно подходить к этому как к объективной реальности, и при этом не паниковать, а целенаправленно, спокойно заниматься очищением целого организма. Вот давай по паразитам мы пройдемся после очередной музыкальной паузы. И у нас есть, не такая она длинная будет в этот раз, всего минута с небольшим, ансамбль «Вятка», «Ворот, ворот», «Рябинушка». И дальше продолжим уже разбирать этих паразитов и понимать, как с ним бороться. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня у нас 3 сентября 2015 года, четверг, или 23 день месяца завершения, 7523 лета, шестица. Говорим мы о висцеральной терапии, или по-русски это правка живота, о том, что... Ну, для начала мы разбираемся, как работают органы, на которые воздействуют при правке живота, и какие ощущения, какие неприятности. И, в общем-то, довольно успешно все проходит, на мой взгляд. Разбираем так весь наш животик. И дошли мы до таких наших постоянных друзей, наших спутников жизни, от которых никуда не деться. Это паразиты. И вот давай теперь подробненько о них поговорим. Давайте. Значит, чаще всего паразиты обитают в нашем кишечнике. Но здесь хочу заметить, что любая инфекция в наш организм, будь то вирусы или паразиты, проникает только тогда, когда ослаблен наш живот, желудок. И первая противопаразитарная мера, которую можно использовать, которую можно применить, это оздоровление своего желудка. Если у вас желудок будет здоровый, если он будет мягкий, эластичный, безболезненный, если он будет вырабатывать желудочный сок необходимой концентрации, то никакие, в принципе, паразиты особо волны не страшны. Но если уже желудок ослаблен, и в организме присутствует такая кислотная среда, то паразиты могут проникать и развиваться в наш организм. Есть такое интересное мнение о том, что паразиты не проникают в наш организм, а неким образом они у нас уже присутствуют. И когда внутри нас возникает определенное благоприятное развитие среда, они этой средой пользуются. И начинают развиваться, увеличиваться в количестве. Так вот, чаще всего паразитами мы заражаемся через питание. Этому, как общеизвестно, служит то, что употребление немытых продуктов, употребление еда грязными руками, употребление немытых продуктов. В нашей почве достаточно большое количество яиц-паразитов с остатками этой почвы проникает в наш организм при плохом санитарной обработке пищи и дальше уже начинает развиваться в кишечнике. Это один момент. Второй момент, как инфекция может проникать в паразитарный наш организм, это через животных. И здесь можно остановиться на таком моменте, что домашние животные, опять же, с точки зрения нашей методики, должны в доме находиться, в частности, кошки, собаки, попугайчики. Вернее, не должны находиться в тех помещениях, где человек кушает, в тех помещениях, где человек спит. А в идеале, вообще, в жилых зонах хором, то есть в наших хоромах, домашних животных быть не должны. То есть это либо где-то подворье, либо двор, там, не знаю, где угодно, там, на крыльце, там, вот, но не там, где человек спит, не там, где человек проводит время, не там, где человек кушает. Потому что кошки, собаки, они являются носителями обширного большого количества вирусов и паразитов и передают их нам через облизывание, да, через, вот, слюну, через прикосновения. И в том числе, если собака, там, у них ложка кашляет, то все эти бациллы, бактерии, от нее могут разлетаться, там, в радиусе, там, чуть ли не 5 метров вокруг них. Находиться в вешеном состоянии в воздухе, мы их потом вдыхаем, получаем заражение. Это нужно очень внимательно подходить к взрослому еще своих питомцев. Нужно понимать, что, ну, может получать паразитов, употребляя зараженное мясо жирного, в частности, свиньи. А, например, употребления свиньи, вообще желательно свистки на нет. Хотя, в некоторых случаях свиньи, для организма полезно, там, может, у них такой-то некоторый лечебный эффект, но лучше все-таки заменить ее либо на говядину, либо на парамину, как-то так. Потому что великая вероятность заражения паразитами именно через употребление свиньи. Чаще других подвержены заражению паразитами и наши дети. Потому что в силу своего возраста обладает определенными привычками. Что-то трогать руками, что-то тянуть в рот, где-то там лазить. И часто так бывает, что возникает от общения с животными, и у детей появляются острицы. Такие маленькие вообще-то, паразит, свойственные нашим домашним животным. Но в нашем организме он не развивается больше, чем на 1 см. вот такие маленькие штуковины с мастер-кончиком. Признаком того, что у нашего ребенка могут появиться вот такие вот парадиты, они достаточно общеизвестны. Это зуд в попке в области анального отверстия. Это свинопечение по ночам на подушку, когда ребенок спит, а с ответом ртом у него свиналит. То есть появление свиналит на подушке. Это белые полоски на ногтях. То есть они разные как-то. У меня в детстве, почему-то бабушка и дедушка говорили, что это подарки. То есть появились, наверное, близко, близко подарили. Появились такие белые полосочки, пятнышки на ногтях. Это может следить вообще, это изначально следствие интоксикации кишечника, когда появляется свиналит на подушке. В данном случае может свидетельствовать о том, что у нас есть листная инфекция. Паразиты бывают разные. Бывают круглые черви, бывают сосальщики, бывают леточные черви. Их достаточно обширное количество. Количество их видов появляется сотнями. Основные, которые присутствуют в нашем регионе, в принципе их тоже достаточно большое количество, это в основном кишечные черви. Это печеночные паразиты. Это простейшие эти болиамблии. Потому что есть сосальщики, которые располагаются в потоках желчного базилия. Это хинококкия, хинококкоз, который может являться. Это и леточные черви, животных, которые могут являться причиной возникновения кист в нашем организме. Но вообще есть такое мнение, что любые кисты, которые возникают в нашем организме, как есть кисти в почках, кисти в печени и так далее, в других органах, причиной их возникновения является цепневый червь, животных, которые попадают в наш организм и принимают такую цистную форму, то есть шарик какого-нибудь, пузырька такого. Попадая в желудок, с пищей обычно попадает, попадает в желудок, там плотная оболочка его на помощь червячных соков разъедается, он выползает и через капиллярные сосуды попадает, прежде всего, в печень. И из печени он уже может разнестись по всему организму, где он прицепится, где ему понравится, там будет развиваться. Потом, когда кисти у человека есть кисти, какие-то обнаружили на почках, где-то еще, в личниках, то следует обратить внимание, обязательно, на печень, потому что, может быть, кисти, вернее, скорее всего, должны быть кисти в почках, в печени. Паразиты могут стелиться в легких, пребывать, вернее, не то, что стелиться, а это один из промежуточных этапов развития паразитов в организме человека. Потому что, если мы, к примеру, говорим о баскаридозе, достаточно тоже распространенная паразитарная инфекция в наших корнях, так вот, попадая в наш организм, оскорили, поднимаясь сначала в легкие, в легкие достигают половой зрелости, и уже из легких спускаются в кишечники, в кишечнике продолжают существовать, откладывают там яйца, вот, ну и так далее. Как мы вот побоворотим паразитам в нашем организме. И бывает так, что, к признакам паразитарной инфекции в нашем организме бывает и то, что человек постоянно кашляет, и кашляет, и кашляет, и непонятно с чем. Вроде бы не болеет ничем, и постоянно кашляет. Есть средства, которые помогают удалить паразитов из наших легких, это семя дурмана. Его высыпаем на сковородку и дышим, поднимающимся парами масел этого семя дурмана, дышим либо до появления кашля, либо до состояния легкого дурмана. И это ни в коем случае не пропаганда употребления каких-то галлюциалегенных точек веществ, это один из способов лечения и того, как убирать паразитов из наших легких. В общем, принимаем до появления кашля, и во время этого кашля мы откашливаем из себя этих разит. Бывает так, что вылетают и отдельные паразиты, и паразиты, и клубочки, нужно быть к этому готовым и не падать внутрь. Паразиты также могут жить и в наших мышцах, так называемых шестостонах. Паразиты могут жить и в коже, и в веществе. Как в головном мозге. Нужно очень ответственно подходить к этому. И многие диагностические методы по установлению наличия паразитов в организме крайне неточны эффективность их очень низко. О чем я говорю? Допустим, тот же самый анализ на яйцебриск, когда пока он попытается определить. Его эффективность, но там не больше, максимальная эффективность одного анализа 30%. Поэтому мы их делаем шагов B3, думая, что в три анализа эффективность каждого из которых 30% будет давать 90%. На самом деле, эффективность всех этих трех анализов она так и остается на уровне 300%. Ниже нашей вероятности. При помощи крови, при помощи анализа крови, в том числе и на темнопольном микроскопе, можно установить наличие паразитов. При помощи вегетарезонансной диагностики можно в достаточно большой точность, порядка 93-95% установить наличие паразитов в нашем организме. При помощи гистологического анализа крови, не крови, а кала. То есть берется кал, он определенным образом подвергается термической обработке, замораживается, и затем героноза, когда он читает шрифтинский срез, когда он читает шрифтинский срез, специалистский скупол, это не опытный. Это как будто наш организм, он различает величайшие, даже синие эти фразины. Но вопрос о геронозе, паразитам нужно проходить очень сильно. Паразиты могут являться причиной огромного числа заболеваний, которые вроде бы с ними не связаны, это утомляемость, это головные боли, это даже и онкопроцессы, это и болезни поджелудочной железы, это и так далее, и так далее. Здесь можно причислять эти диагностики, да, они в бесконечность, в принципе, все это в открытом доступе, в том числе в интернете можно посмотреть. В связи с этим, как основное профилактическое средство, я рекомендую следить за состоянием своего желудка, чтобы уложить здоровье, поддерживать уровень зарядов эректроцитов крови на уровне вашей 735-745, чтобы ваша кровь всегда находилась в щелочном состоянии. Это будет залогом того, что в вашем организме паразиты просто не смогут жить, как человек, он живет в условиях вечного развития. Я там живу, конечно, какие-то наровности, я имею на дне, в самой бассерном поясе. Хотел бы что-то спросить? Я хотел попросить, чтобы ты говорил более ровно, ближе к микрофону, потому что, когда ты отдаляешься чуть-чуть и тише говоришь, то радиослушатели прислушиваться начинают. Почетче, поближе. Я понял. Как определить у себя наличие паразитов? Ну, это не свидетельство почечных каких-то расстройств. Это раз. То есть темные круги под глазами, выпадение волос, это боли в животе, это, возможно, какие-то кровь, выходящая вместе с калом. Очень легко диагностировать наличие паразитов по языку человека. Есть так называемый, такое понятие, как географический язык, когда на языке, на общем розовом фоне языка появляются такие темно-бордовые пятна, похожие на острова. Это один из возможных признаков аскоридоза. И если вы у себя или у своих родных увидели такой географический язык, то можно с большой достоверностью предположить, что, возможно, у человека есть аскориды. Если язык покрыт как бы такой белой пленочкой, это тоже может свидетельствовать о наличии паразитов, допустим, какие-то цепни или пусты. Что касается ногтей, я уже сказал, возможно, какие-то незаживающие, долго незаживающие ранки на ногах, сочащиеся, слоновость на ногах. Это все может быть свидетельством того, что он в организме не тратит. Здесь правильно подсказывает, что Александр Тимофеевич обедует исследование крови с помощью микроскопа. Да, это исследование, я об этом говорил, анализ капли крови на темнопольном микроскопе. и там уже даже в капли крови можно осмотреть вот эти вот леченьки этих паразитов, особенно там эти леченьки шестосом и так далее. Хочется добавить от себя, что те, кто проходит такое исследование, не потом удивляются тому зоопарку, который там у себя в крови увидит. Это, конечно, поражает. Так что имейте в виду это. Можно многое с ним. Что касается паразитов и как с ними бороться, значит, но опять же еще раз не устану повторять о состоянии желудка. Это раз о том, что необходимо очень хорошо мыть, беззараживать пищу перед видом. Это два. И в качестве лечебных средств наши на Руси издавидова использовали полынь, пижму, кирилл, валерья, например, являются прекрасным противопаразитарным средством. Мед, кстати, тоже является прекрасным противопаразитарным средством. Такие вещества, как чернослив, тоже являются достаточно хорошим противопаразитарным средством. что можно посоветовать для выведения допустим кишечных паразитов. Здесь я научился у Александра Мюрхеевича обувого и сам это дальше используя, очень полезно, такое средство, как Вирмокс. Это медикаментозное средство, но возможно это исключение из общей практики. Используется Вирмокс, используется Дикарис. Вирмокс используется три раза в день, три дня подряд по две таблетки. Три дня подряд, по две таблетки три раза в день, причем утром, но это еще в зависимости, опять же, от массы тела, от возраста человека, от физического состояния, состояния почек, потому что сильный, достаточно токсичный противопаразитарный препарат и вещества употреблять и в ослабленных точках не рекомендуется, нежелательно иногда и вредно. Поэтому здесь нужно опять же советоваться со специалистом, но что касается Вирмокс, это достаточно эффективное средство, употребляет вот в таком сочетании, значит, пьют таблетки, там утром, обед и вечером, и примерно через 10 часов после пьема первой таблетки производят очищение кишечника. для того, чтобы вывезти оттуда погибших поразитов, чтобы они не лежали и не отправлялись в одно организм. Примерно подобным образом используется гикарис, но гикарис употребляется одноразово в день, один раз в день утром пьем, и опять же через 10 часов делаем эвакуацию кишечника. Далее я хочу сказать о таком ветеринарном средстве как Азинокс. Азинокс это средство, которое применяют для собак, но тем не менее я применяю его в своей практике и многие эстеральные терапевты его используют. Почему? Потому что оно эффективно против большого количества кишечных паразитов и плюс его заключается в том, что там достаточно точная выверенная дозировка. Там идет одна таблетка на 10 килограмм веса. При этом практически ни один препарат противопаразитарно-человеческий такой дозировкой не отмечается. Получается, что человек, который весит и 150 килограмм и 60 килограмм, у них одна и та же доза в зависимости от их возраста. Что на самом деле неверно. А данный препарат Азинокс, он позволяет достаточно точно рассчитать дозу и воздействовать на паразитах максимальной эффективности при состоянии здоровья для этого человека. Вот. Что еще? Промывание кишечника при помощи соды очень эффективно. Здесь мы вымываем кишечника проразитого кишечника и они выходят в принципе прямо во время эвакуации уже содового раствора из кишечника. Ну а давай как-то поподробнее с этого момента, потому что про таблетки-то наверное многие как-то интересовались и читали да и врачи могут порекомендовать при помощи промывания ну наверное от врачей так часто и не услышишь. Вот как это все делается? Это делается следующим порядком. Значит промывание состоит из трех этапов. Первый этап мы заливаем обычную воду комнатной температуры то есть 20-22 градуса слегка подсоленную одна чайная ложка на литр. Залили в объеме где-то примерно полтора-два литра на для взрослого человека. Залили не держа тут же выпустили. Вот затем делается содовая клизма. Там делается но я вкратце не упоминал ранее. Там делается такой раствор что одна столовая ложка без горки на 800 миллилитров жидкости при температуре раствора 38-40 градусов вводится в прямую кишку где-то в объеме до 2-х литра. Там держится до полчаса. Зачем выпускается? Если человек обладает какими-то гимнастическими навыками или допустим занимается йогой или славянским практиком которые позволяют ему продвигать эту промывающую жидкость у себя в кишечнике по ходу изгибы кишечника то это будет еще дополнительный плюс я знаю что индусы делают такое упражнение как шар так шар но здесь тоже можно использовать будет эффективно полезно Держим эту сону до полчаса затем выпускаем и после того как выпустили сон еще раз делаем промывание просто обычной водой комнаты температуры слегка подсоленной 1 чайной ложки на нитерджик вот таким образом И наверное стоит добавить что лучше это делать так чтобы потом позвать всех своих близких знакомых сказать смотрите что из меня вылезло Да вот что касается количества раз то для взрослого человека это 8-10 раз через день рекомендуемое количество и частота причем возможен выход не только паразитов но и слези слизь обычно выходит у всех может выходить в разном виде прозрачная она может выходить цветная прозрачная слизь возможно это глик флизи какие-то части ликогала возможно это выделение лимфатической системы выходит если это цветная слизь то возможно это остатки погибших паразитов золотая коричневая и проводить промывание кишечника подобной процедурой необходимо до состояния когда вас уже дважды это слизь не вышла то есть один раз она не вышла на и следующий раз как не контроль не вышла но единственное ограниченное по количеству не больше десяти раз если на 10 раз и 20 продолжает выходить с листью здесь нужно желательно сделать перерыв в течение месяца полтора и затем подобную процедула повторить параллельно параллельно с подобными промываниями нужно подпределять какие-то вещи добавок кушать что-то что приносит в наши академии бифиды лактобаклии это можно либо кисломолочные продукты либо таблетки которые являются пробиотиками только на натуральной основе вот сода ни в коем случае не уничтожает нашу собственную полезную микрофлору в толстом кишечнике но она может убрать допустим привнесенные наши собственные остаются поэтому переживать о том что сода вымоет всю нашу полезную флору из толстого кишечника подобная процедура мы проверим на пациентах она работает ущерба не наносит если не вот буквально так как его предположить что касается дальше использование таких трав как полыни пижма или я стоит учитывать что полыни пижма это достаточно сильно действующие то есть от его и токсичные травки которые будут наносить удар или газировки по нашему здоровью поэтому женщинам ослаблены и детям если нужно учитывать брать во внимание это возможно применять микрофитотерапию что значит микрофитотерапия это значит что мы женщина допустим состояние беременности и детям даем не чистый настой а даем часть этого настоя разбавленного водой то есть что мы делаем столовую ложку какую-то походу против кразитарного сбора заливаем по улицам кипятка и затем от этого сбора берем либо чайную либо столовую ложку на стакан воды разбавляем ее теплой водой эту ложечку и от этого объема в зависимости от веса и возраста выделяем какую-то часть и выпиваем целый стакан подобное действие но будет обладать лечебным эффектом при этом не будет вызывать токсикацию организма при этом нужно учитывать что полыни может давать такой интересный эффект как рецидив или всплывание на поверхность тех инфекционных заболевания там заболевание передавающихся половыми путями которые были ранее могут появляться признаки этих заболеваний но это ни в коем случае не рецидив заболевание то есть по паразитам и основной доклад закончили да ну по паразитам можно раз рассказывать еще очень-очень долго в целом целом как бы это да вот этого можно даже будет посвятить отдельный может быть эфир и подробно осветить виды паразитов как они живут как с ними лучше бороться потому что информация у меня еще масса я могу примеру еще привести такой рецепт как изгонять вот по кишечнику сказали но еще часто такое явление паразит печени потоком желчного пузыря как с ними бороться но здесь обычно пользуют каруасины еще там всякие западные сетевые компании помогают карму лавинного дерева я никогда не использовал всегда используют каруасины она достаточно эффективно себя показывает в виде лекарственных средств если у кого нет под рукой караосины можно принимать натуральные препараты которые изготовлены на основе караосины это папулин и эко-сол принимать согласно дозировке ну хорошо а если есть осина растет то в этом случае как человек если есть осина но взять караосины ее перемолоть чем лучше перемолем тем лучше она отдаст столовую ложку опять же стандартный состав скажем так на столе я говорю он рабочий столовую ложку заливаем опять же пол-литрами кипятка сюда можно еще добавить пол чайной ложки соды когда будем заливать если мы это все еще завалим в медной посуде будет вообще замечательно получившийся настой полыни можно также жевать гвоздь нику но это так как отчасти в противоглипозу и в противоглибной средстве ну и противоглибной средства только возвращаясь также к паразитам в печени есть такой скажем так дедовский рецепт но он очень эффективный это использование но тут видишь опять же спиртное но в медицинских целях но работает иногда помогает таких безотказных в безнадежных ситуациях то есть видишь вот когда в безнадежной ситуации приходится использовать значит берется чайная ложка но если это ребенок то это берется чайная ложка очень сладкого чая можно чай медом подпасить хорошенько заливается чайной ложкой смешивается с чайной ложкой коньяка если это ребенок постарше то можно использовать 2 3 пропорции не одно а там 2 3 4 до 80 максимально это для взрослого человека 80 грамм сладкого чая 80 грамм коньяка мы выпиваем для чего нужен коньяк для того чтобы наилучшим образом парализовать нервную систему паразитов они ведут на сладкий чай и тут же нарывается на спитосодержащие вещество которое парализует их нервную систему почему очень сложно паразитов вытащить из печени потому что они присасываются к стеночкам и клепка достаточно не держится а при употреблении подобных веществ парализуется их нервная система их можно вывести из организма там есть несколько условностей исполнения этого рецепта нужно этот рецепт применять с двух до трех ночи потому что предполагается что примерно в это время эти вот печеночные паразиты они выполняют из протоков в печени кишечник и начинают там уже находясь в кишечнике всем образом их можно удалить с двух до трех часов ночи мы выпиваем там от одной чайной ложки смешанной с коньяком до там 80 миллилитров выпили и где-то через полчаса мы принимаем гасторку грифрутовым соком исходя из такой пропорции одна капля на 1 килограмм веса можно даже увеличить до полутора миллилитров на 1 килограмм веса и добавляем туда примерно 150 миллилитров грифрутового сока что это даст это даст во первых дополнительное очищение желчных потоков и эвакуации содержимого кишечника а в нашем содержимом кишечнике должны быть вот эти вот парализованные печеночные сосальщики ну и не только печеночные, но и кишечники таким образом мы устраиваем мощную эвакуацию вот этих нечести из нашего кишечника да, такой способ клин-клином, то что называется малоприятный, но... ладно, хорошо, сейчас у нас очередная музыкальная пауза и дальше продолжим по теме В эфире Народное Славянское Радио Продолжаем эфир на Народном Славянском Радио 3 сентября 2015 года, четверг, 23 день месяца завершения 7523 года, шестица Говорим мы сегодня о правке живота но перед тем, как перейти к практикам к каким-то основным базисным практикам которые можно на радио рассказать нашим радиослушателям мы прошлись по тем причинам, которые вызывают проблемы в нашем организме и которые, в общем, так или иначе связаны с нашим животом и последнее, что у нас было, это паразиты я думаю, что основную тему, основную часть вот вступительную мы закончили но прежде, чем перейти уже к практикам я предлагаю пройтись по вопросам которые здесь у нас в эфире в нашем чате возникали так, ну, с самого начала начнем так, 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 так ну вот, рекомендует ощущение Ихинодорус пишет что Александр Тимофеевич рекомендует ощущение ощелочения организма помощью соды а также использование соды как антипаразитарное средство как ваше твое мнение по отношению к этим методикам ну, в принципе, вот этому и была посвящена практически большая часть вступления так что, думаю, повторяться не будем дальше Ярагор задает вопрос еще существует два вида соды карбонат и гидрокарбонат натрия какая из них оптимальна? карбонат натрия это карбонат натрия это, сейчас просто прочту натрий-2-СО3 а кальцинированная сода а гидрокарбонат натрия это натрий-хлор-СО3 гидрокарбонат натрия но это, по крайней мере для внутривенного введения наиболее эффективно это гидрокарбонат натрия угу 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 так еще дальше он продолжает также используется название натрий-2 углекислый бикарбонат натрия и содиум-карбонаты так 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 ну вот здесь был вопрос как увеличить наток желчи не употребляя животный белок ты уже сказал хотя, в принципе, там есть такой промежуточный вариант ты говорил про яйца да? что можно еще и яйца употреблять конечно можно яйца употреблять угу так что если вы животных не едите но продукты употребляете то, в принципе, яйца как вариант так дальше ярагор здравия еще раз хотел услышать связь с внешними проявления на теле с наличием паразитов Александр Тимофеевич рекомендует использование капли крови с помощью микроскопа ну это ты уже прочитал но микроскоп но если вдруг микроскоп недоступен то на что обращать внимание на теле для диагностики ты уже кое-что сказал про ногти про то что нажимать язык язык ногти это слюнотечение это зуд в область анального отверстия это выпадение волос это темные пятна под глазами это болевые ощущения не проходящие в животе вот ну это основные моменты это какие-то там мокнущие пятнышки постоянно какие-то ранки незаживающие большое количество прыщиков прыщей на лице на угловной части особенно вообще прыщей на лице это как бы основное а там уже а хотя некоторые не будем указывать пальцем врачи выступающие по телевидению на некоторых опять же не будем указывать пальцем в каких каналах очень известных с такими цифрками очень стройными в женском одеянии опять же не будем говорить как фамилия и имя вот они говорят что прыщи это в юношеском возрасте вполне нормальный это гормональный всплеск и ничего страшного нет и пользуйтесь там всякими средствами очищения кожи и будет вам счастье а ты говоришь что прыщи это один из вариантов когда вдруг у вас там глисты в организме присутствуют в большом количестве как вы здесь выйдете прыщи на нашем теле это всегда явление когда организм создает дренаж то есть когда организм что-то из себя избавляется здесь частица истины в ее словах нет вернее частица истины в ее словах есть хотя может организм подсказывает что нет частица истины наверное есть в связи с тем что идет перестройка гормональной системы это процесс который затрагивает все структуры все области организма и в этом случае наверняка организм что-то из себя исторгает и это выходит из него в виде вот буревой сыпи на лице там или на других частях тела но в любом случае сами по себе прыщи они не связаны именно с подростковым возрастом с пристройкой гормональной системы это функция организма опять же функция выделительной системы когда у нас где-то прыщик из него что-то источается истекает это дренаж что-то организм из себя выводит а по какой причине это происходит либо это происходит по причине интоксикации организма через вот близкую инфекцию либо это по причине перестройки гормональной системы здесь уже нужно разбираться мы же говорим о косвенных признаках проявления болезни да но еще надо учитывать что все сводить к тому что протерли каким-то гелем волшебным у вас прыщи прошли это вообще-то наверное не самый правильный подход к жизни в общем-то я бы сказал что возможно даже это и вредно потому что если мы прекращаем дренаж прекращаем отток каких-то вредных токсических веществ из нашего организма допустим через кожные покровы то возможно эти токсины будут накапливаться в нашем организме отравливаться в нашем организме что-нибудь хорошо поэтому если где-то у вас образовался дренаж то нужно дать возможность ему себя реализовать я к тому что пытаться понимать причину возникновения прыщей и ее убирать а не просто так смывать то что у вас там повылазило ну конечно дальше здравие только что включился это уже рассказал и вот здесь есть вопросы по выводу шлаков и паразитов вот здесь про соду мы говорили а вот такие известные сейчас уже широко известные средства как амарант черный тмин и бывают ли передозировки с этим связанные вот амарант сейчас так очень мне кажется рекламируется хорошо амарант из него много продуктов сейчас появляется знаете здесь что касается дозировки всегда нужно обращать внимание на возраст массы тела человека и на функциональное состояние органов потому что доза зависит только от этого и доза индивидуально если вы сами являетесь специалистом ну хотя бы минимум по своему организму вы наверное сможете как-то определить свою дозу связанную с этими веществами начиная с малого немножко ее увеличивая но все равно если вы хотите определить точную дозу необходимую вам нужно обратиться к специалисту или специалисту традиционной народной медицины или уже к новому специалисту но все равно дозировка для вашего организма может быть определена только индивидуально какой-то общей дозировки по всем этим препаратам нет что касается насколько они полезны в данном остре которые вы затрагиваете это безусловно и сода амороны черный мусульманском мире используется очень активно и считается у них лекарства тысячи болезней можно этот опыт принять использовать но при этом я хочу сказать что наилучшим образом есть от человека те лекарства и те продукты которые произрастают в области его проживания поэтому часто так бывает что растущий производящийся за тысячу верст средства с надобными они могут быть неполезны или недостаточно эффективны на жителях другой части света поэтому я бы все-таки рекомендовал лечиться теми народными средствами теми фитосредствами которые вам доступны которые произрастают на вашей жизни как говорят где родился это я я за этот вопрос встречал ли встречал авторов которые утверждают что паразитов имеет смысл гнать только ночью и в полнолуние когда активность их максимально что захар скажет про полнолуние ну арера скажет про полнолуние что ну естественно в этот период увеличивается в этот период увеличивается активная жидкость среда организма везде можно отнести жидкостных средам нашего организма их активность в этот период может быть более они могут проявлять себя активнее и гнать паразитов в их активный период это полезно потому что в неактивный период они могут просто на просто зарываться там слизистые какие-то оболочки прикрепляться там кишки и оттуда их достать будет достаточно сложно я могу согласиться с этим что касается это узнать паразитов только ночью ну отчасти это так потому что многие противопаразитарные мероприятия по эвакуации непосредственно паразитов из организма человека они проходят проводятся либо вечером или ближе ко сну человека здесь тоже есть рациональная мысль о чем человек говорит но бывает так что возможности человека это не позволяет поэтому в принципе я скажу что возможно гнать паразитов в принципе в любое время суток но вероятно эффективнее действительно вот как вы говорите что ночью я не думаю что только ночью да есть такая ситуация когда максимальная активность паразитов возникает ночью но говорить о том что только ночью здесь возможно не имеет смысла потому что график сна у людей разный график питания у людей биологические ритмы у человека разные ритмы жизни у всех разные то есть у нас существует не только ритмы день и ночь у нас существует годовой ритм существует масса других показателей физические эмоциональные и все остальные вот опять же если в целом говорить то да возможно эффективнее но опять же здесь нужно индивидуально подходить относительно каждого организма где встретил паразита там и мочи понятно и когда готов тогда его и гони ну что ж дальше последний вопрос который здесь сейчас пока присутствует на сегодняшний момент последний крайний грибы лисички убивают паразитов или нет грибы лисички незаменимое средство для борьбы с другими грибами паразитирующими в нашем организме лисички такие уникальные грибы которые уничтожают любые другие грибы которые есть в нашем организме я имею ввиду вредные это и аспердиусов и кандиды и или когалы и так далее и так далее можно перечислять вот лисички всех уничтожает что касается паразитов но больше все-таки лисички используются для уничтожения грибов для уничтожения паразитов есть более эффективные средства хотя вероятно грибы лисички хорошо известны для паразитов я непосредственно не могу не делал на значение о том чтобы лисичками травить паразитов но я думаю что они там есть акциональные но не всех у нас огромное количество паразитов бывает здесь тоже нужно дифференцировать и понимать какие средства паразиты лучше хорошо грибной инфекции для нашего организма раз в любом и и увидев виде хлеба современном виде макаронных изделий виде там печенек и всего остального все где есть современная пшеничная мука есть я не имею ввиду допустим муку исполнит муку из кукурузы гречи почему далее это молоко желательно далее это все где есть сахар и грибы вот на самом деле любые грибов просто употреблять пищу нежелательно опять же здесь вопрос то же самое что и с молоком лисички и прочие лечебные грибы достаточно большое количество в качестве лекарства в определенных дозах употреблять полезно но сидеть на них постоянно как на одном из ваших незаменимых продуктов это будет для организма время потому что в принципе любые грибы могут являться источником грибной инфекции и опять же перенасыщение нашего организма лисичками оно тоже не будет для конца полезно поэтому употребить лисички допустим в варенованном виде или практически свежим слегка подвержившись термической обработке разово или систематически борются заболевания это будет полезно но употреблять их без разбора в немоверном количестве это будет тоже даже если они являются вареными или жаренными все равно все равно потому что бывают такие термофильные инфекции которые температура их не убивает если она проникает вот напустил же ты страху теперь и грибы есть не будем вот прям ну ладно все в меру в меру хорошо ну что ж может быть давай так практикам перейдем какие-то уже дадим не просто рекомендации а так пальчиками пощупаем животик свой ну давайте перейдем прежде всего перед тем как работать с животом желательно немножко понять анатомию живота понять где у нас что расположено что желудок находится в верхней части живота там в средней части живота находится там кишечник в нижней части у нас расположены там почки мочевой пузырь там репродуктивность систему уже то есть знать примерно расположение нашего живота это как бы обязательно это просто можно заглянуть какие-то издания посмотреть почитать это доступно и примерно предположить у всех у нас сразу скажу что расположение внутренних органов разное нет ни одного человека у которого было точно такое же расположение живота как у другого расположение нашего внутренних органов настолько индивидуально это идентично так же как отпечаток пальца вот первое что нужно сделать как первый шаг массаж живота самостоятельно это примерно понять как где что у нас расположено дальше перед массажем живота мы используем дыхание очень важно подышать животом перед массажем причем при этом занимая при этом различные положения туловища то есть это лежа сидя на боку стоя в наклоне и вот в различных положениях тела подышать животом подышать грудью то есть когда мы дышим животом мы двигаем внутренние органы при помощи диафрагмы тем самым производится их естественное сдвижение и уже при таком естественном движении при дыхании может быть сметать часть нагрузки часть напряжения часть застоя дальше после того как мы продышали уже животом мы ложимся желательно массаж живота производителя уже наложимся и либо без майки либо задираем майку вверх вот и кладем руки на живот просто кладем руки на живот и легонечко легкими легчайшими надавливаниями ощупываем весь свой живот потихонечку без какого-либо сдвижения без какого-то сильного надавливания просто легонечко погружаем пальцы в ткань живота и щупаем ловим где у нас возникает болезненные ощущения при прощупывании запоминаем эти места затем следующий этап это прокатывание складки по животу это называется складка киблера был такой ученый который посвятил всю свою жизнь изучению свойств лимфы и вот именно он установил что если составу этой лимфы так вот если в каком-то месте у нас перекатывание скатки является болезненным то есть в этом месте у нас есть немпатический застрой в том месте где у нас есть немпатический застрой обычно всегда у нас что-то внутри проблематично если мы к примеру где-то на боку у себя обнаружили болезненно перекатывающуюся складку кожи возможно в этом боку у нас что-то болит нужно будет обратить на это дополнительное внимание итак мы провели можно сказать первые два таких диагностических тестов мы слегка ощупали пальпировали свой живот и прокатали складку затем мы простукиваем на живот то есть одну ладонь прикладываем к животу и сверху ладони простукиваем другой рукой либо пальцами либо кулаком но эффективнее пальцами и слушаем какой у нас получается звук обычно звук в животе должен быть глуховат если в каких-то местах мы ощущаем звонкий звук это может быть может говорить о сформировавшихся пустотах но пустот естественно у нас там не бывает и вероятнее всего это не то что пустот не бывает а вот такой звонкий звук это может быть выражен наличием газовых пузырей в нашем животе газовые пузыри в нашем животе могут нам сказать о том что а у нас неправильный ток желчи б это неправильный процесс пищеварения идет и в это то что мы кушаем не совсем полезную для себя пищу если у нас идет повышенное газообразование скажем так значит что то в нашем рационе нам не полезно нам нужно перебирать наш рацион то что мы кушаем постепенно стараться исключить из него на то что вызывает повышенный газ образование затем простучали живот посмотрели где у нас эти звонкие места есть они нет нет и после этого мы уже можем приступать скажем так к самому разминанию живота разминание живота производится при помощи рук при помощи подручных предметов из подручных предметов можем использовать какие-то скалки какие-то такие гладкие тупые предметы можем использовать банки вращая их на животе в основном это наши руки рукой мы можем надавливать как пальцем как одним пальцем так двумя пальцами тремя всей кистью можем надавливать ладони можем надавливать сжатым кулаком можем надавливать согнутыми пальцами сложные сложные вместе можем надавливать одной рукой можем надавливать двумя руками вместе кладем одну руку второй рукой усиливаем нажим или фиксируем нажим вот и само надавливание может производиться как точечную то есть как прямую надавить и держать так оно может и быть совмещено с движением кистью во время надавливания то есть с разминанием достаточно обширный такой арсенал действий сегодня я расскажу о том как нам можно было бы размять эпигастральную область то есть область печени область желудка область поджелудочной железы область двенадцатиперцевой пешки это очень важная область и нахождение ее эластичного в мягком безболезном состоянии очень важно но прежде всего скажу что в нашем животе нигде не должно быть боли живот есть должен быть безболезненный мягкий эластичный в этом случае это здоровый живот если в нашем животе есть где-то боль если в нашем животе есть где-то уплотнение значит это есть там проблема что мы делаем мы находим область двенадцатиперст луковицы двенадцатиперстной кишки и потихонечку на не надавливаем как это мы надавливаем потому что в радиоэфире не так просто все это объяснить я постараюсь что можно сделать значит это место положено примерно так мы мысленно чертим делим живот на две половины средней линии живота по вертикали то есть делим живот напополам вертикальной линии и делим расстояние от кубка до верха солнечного сплетения до того места где есть очевидное просто где само солнечное сплетение этот отрезок от пупка до очевидного отрезка он как раз будет проходить по средней линии живота делим его на три части вот как говорят на железнодорожной станции нумерация вагонов с головой пользы то есть сверху сверху будет первый участок ниже второй ниже третий так вот на границе примерно между первым и вторым участком чуть чуть правее примерно примерно на половине расстояния от точки раздела между первым и вторым участком до начала ребер то есть если провести прямую такую линию то посередине этого отрезка будет топологически под таким местом располагаться примерно в окно 12-перстной кишки вот таким образом мы производим не надавливание можно взять поскольку если вы не специалист человек в этом деле только начинающих то здесь можно взять более обширную область надавливания можно например взять кулак и осуществить надавливание воздействия флаком на эту область воздействие осуществляем очень плавно потихонечку очень медленно до появления первой наиберной боли как только мы почувствовали эту боль флак остановили зафиксировали очень важно в каком направлении производить надавливать в данном случае при воздействии на расслабление лукость производим воздействие примерно под углом 45 градусов в сторону позвоночника дело в том что позвоночник проходит у нас по середине живота и все то что мы желать и обдавливаем и обдавливаем это придавливаем к позвоночнику если мы давим прямо на средние живота мы даем вертикально если немножко удаляемся вправо или влево цепени линии живота мы производим надавливание под углом как прижимая орган к позвоночнику потому что пустоте прижимать ему мы можем задние стенки ребер может быть далековато и больно а ближайшие возможности можно зафиксировать это упереть его подвозночный стол и вот мы таким образом примерно в этом направлении то вместе где я писал кулаком надавливаем направлении легкой боли 2 позвоночника надо видно появилась легкая боль мы зафиксировали держим бой со временем будет уходить если в этом случае боль не уходит она растает мы убираем кулак убираем вообще воздействие и наблюдаем если сразу после того как боль ушла мы не вернись после того как мы выбрали кулак боль не ушла начинает увеличиваться это свидетельство того что массаж живота на данном на данный момент нам противопоказал и в этом случае лучше обратиться к врачу то есть я хочу сказать о противопоказаниях бессоранной терапии это любые заболевания находящиеся в устрой фазе это любые кровотечения травм травматизация как внешняя так и внутренняя это состояние опьянения это состояние психических расстройств шизофрении и тому подобное это какие-то острые резкие боли в желателе понятной вам природы то есть прежде чем массировать живот все равно лучше понять что у нас там происходит может быть пойти какое-то обследование там делать и посмотреть состояние ваших внутренних формах но если ничего этого до данного меня сейчас нет и вы находитесь там далеко от места где-то возможно по старайтесь давить на живот максимально аккуратно максимально осторожно и очень нежно надавили до первой боли поддержали смотрите боль уходит это очень хороший признак значит у вас есть все показания применения травки живота и смотрим как ведет себя боль то ли она быстро выходит то ли она медленно уходит в зависимости от того как будет быстро или медленно это будет говорить о том о потенциал восстановления насколько здесь напряжена область если это ходит достаточно быстро то в конце восстановления обдавили один раз сняли болезненность потом в эту же область надавили немножечко по другим углом немножечко в другую место то есть изменение угла обдавления добились того что эта область стала относительно безболезненная то есть что я говорю относительно болезненно легкая болезненность допустима не всегда получается с первого раза ударить боль из этой области это нормально висцеральной терапии в травке желатка недоработка это лучше чем перестимуляция то есть лучше вы немножко недоразминаете чем переразминаете переразминание ну чревато имейте ввиду что осуществлять воздействие на один орган требуется не более 20 минут не более 20 минут а одно вдавливающее воздействие должно длиться максимум 3 минуты а так в среднем это от одной до двух минут поэтому перемещайтесь по животу не зацикливайтесь на одном месте и затем вот обдавили область луковицы 12 перстной пишки расслабили зачем мы это делать для того чтобы расслабить желчевладивающие протоки и дать свободный ток желчи потому что следующая область воздействия это будет печень если в данном случае мы сразу надо им желчный пузырь не расслабив протоки в области луковицы 12 перстной пишки то если есть какая-то напряженная желчный пузырей не сразу не смогли это все снять то ничего кроме головной уборки здесь мы не получим далее мы начинаем обдавливать печень то есть область правоподреберья здесь можно также самостоятельно продиагностировать ситуацию серебряная дуга печени здорового человека не должна выходить за реберной дубы если мы ощущаем что за ребрами у нас как бы еще какой-то весит от него не что-то выходит из-за любит возможно это воспаленные причем увеличенная в размерах в этом случае обдавление нужно будет производить аккуратно и осторожно начинаем отдавать область правоподреберья также потихонечку поскольку мы делаем это сами себе одно удобно выполнять это право и левыми руками немножко как бы залази пальцами подребра таким образом удалил его победить правое или в этом не могу не печень новые селезенки после того как мы обдавили правое подреберье отдавливать можно в два в три прохода из обновили прошли а потом пошли разминающие действия затем после того как и сделали разминающие действия можно простучать по подреберью также одна рука отойдется на область простукивания то есть на юберную дугу а вторая там кулачком они постучили здесь мы создаем вибрационное воздействие для того чтобы при помощи вибрации еще дополнительный снег напряжение и спазм которые существуют в области простукивания таким образом мы обработали расслабили двенадцатую пешку и расслабили область печени затем после этого мы можем перейти к воздействию на область поджелудочной железы здесь мы берем по той схеме которая не описал раньше расстояние между вторым и третьим отрезком это будет ближайший раздел отрезков это где-то на образно говоря там 3-5 пальцев выше пупка и здесь у нас расположена примерно в этой области поджелудочная железа почему говорю примерно потому что расположение органов у каждого отдельного человека может отличаться немножко вам придется самостоятельно еще изучать свой живот и понимать где у вас точно в точности все расположены так вот на середине на границах второго и третьего отрезков ближе с правой стороны опять же мы учитываем что поджелудочной железа на расположена вокруг позвоночника и прикрепляйтся хвостовой части так называемые для части поджалочной железы именуется хвостовой она прикрепляется к области слезенко так вот с правой части ниже то области которые мы разминали completion tinsy перед вышки размещена область головки поджелудочной железы прямо на позвоночники и куда мы Воздействуем вертикально, чуть дальше перемещаясь в сторону левого подреберия, там будет тело поджелудочной железы. И с левой стороны от средней линии живота, опять же на условной границе, там будет уже хвостовая часть поджелудочной железы. И вот мы обдавливаем, разминаем сначала головную часть поджелудочной железы, которая находится в праве от средней линии. И потом по средней линии находится тело поджелудочной железы, и в средней линии находится уже хвостовая часть поджелудочной железы. Также пальцами, кулаками, подручными предметами потихонечку очень нежно, мягко разминаем, снимаем болезненность, напряжение, восстанавливаем кероснабжение. И после того, как мы размяли поджелудочную железу, мы уже переходим к разминанию желудка. Каким образом производится равномерный желудок? Значит, ну и естественно мы можем замерить положение желудка, смещённый или не смещён, через измерение расстояния кубка до поджелудочных остей, по тому методу, который я говорил ранее. И примерно предположить, опущен или не опущен. Воздействие на желудок производится при помощи кулака. Здесь мы надавливаем в область подреберья и сдвигаем вверх по направлению выбиранной дуги кулак. То есть погружаем его в тело, ну примерно там на 2-3 пальца, 4 пальца по опыту к желудке. И двигаем наш кулак вверх в сторону солнечного сплетения параллельно поверхности. То есть мы единожды углубились на несколько пальцев вниз в живот и потом двигаемся прямо в сторону солнечного сплетения. Сдвигаем таким образом, расслабляя желудок. Там, где мы почувствовали боль, там, где мы почувствовали, возможно, неприятные какие-то ощущения, тошноту, там мы задерживаемся и добиваемся при помощи обдавливания, при помощи разминания, ухода всех этих состояний. Так мы сделали, начинаем с правого подреберья, затем мы переходим на левое подреберье, точно так же углубляемся и сдвигаемся вверх в сторону солнечного сплетения. И затем по центру кладем руку на среднюю линию живота, примерно на область, опять же, середины, вот, между вторым и третьим отрезком. И немножко притупляем, перетапливаем кулак в живот и двигаем вверх в сторону солнечного сплетения. Вот. И таким образом мы его разминаем, повторяем, два-три раза подобные проходы. Вот. И вот таким образом выглядит примерно массаж верхней части живота. Это нужно отметить, что если мы активно разминаем какую-то отдельную часть живота, то есть либо живот, принято в правке живота, делить на верх живота и низ живота. То, что мы сейчас делали, это практически массаж верха живота. Так вот, если мы размяли верх живота, нужно обязательно легкое внимание уделить низу живота. И наоборот, если мы специально занимались разминанием низа живота, то нужно какое-то внимание уделить обязательно и работе с верху живота. Что я говорю, что и подразумевает под понятием какое-то внимание. То есть, легонечко, легкими движениями размять немножко, отдавить низ живота. Более подробно о том, как разминать низ живота, я думаю, что мы с вами поговорим в будущем. Более подробно. Ну, вот для того, чтобы размять свой живот, размять поджелудочную железу, печень, я думаю, будет это достаточно. Если у кого-то сейчас появились вопросы, лучше спрашивайте прямо сейчас, чтобы потом не выделать каких-то ошибок. Потому что ошибки в реальной терапии не желательно. Да, призываю всех пользоваться нашим чатом. В том случае, если какие-то вопросы у вас есть, или, может быть, пожелание уточнить что-либо, или заострить на чем-либо внимание, пожалуйста, в чате пишите. Напомню, slavomir.org – это наш сайт. Там дальше есть раздел «Чат». Если вы не зарегистрированы, это делается очень просто, буквально там несколько секунд. Надо потратить, вводите свои данные. И дальше просто не забывайте обведенных данных, потому что некоторые говорят, ой, я что-то там ел и забыл. И вы можете постоянно присутствовать в этом чате, заходить, смотреть, общаться и задавать вопросы. Здесь есть некоторые вопросы, но они не связаны именно с самой техникой обдавливания и правки живота. Я прочитал. Литобор пишет, что можно сказать насчет чеснока для вывода паразитов и как его правильно применять. Но здравия тебе, Литобор, что могу сказать. Чеснок для вывода паразитов очень полезен. Почему? Потому что чеснок, к примеру, при его длительном систематическом правильном употреблении, меняет биохимию крови в лучшую сторону. А как я уже раньше говорю, если наша кровь здорова, то никакие паразиты в нашем охранении в жизни не могут. Это растет. Что я имею в виду? Можно употреблять в течение 21 дня за завтраком по одному за кучу чеснока. И через 21 день у нас появится изменение крови в лучшую сторону. Затем есть такой рецепт, называется рецепт чеснока. Так вот, как делать этот рецепт? Он тоже при использовании чеснока. Достаточно такая серьезная процедура. Нужно проглотить, не разжевать, не съесть, а именно проглотить стакан чеснока. Для этого либо чесночины будут маленькие, либо рубите чеснок такими размерами, как таблетки, чтобы вы могли спокойно их проглатывать. И запивается это все либо водой, либо молочным кисляком, кефиром, чем хотите. По поводу этого рецепта, сейчас ты скажешь, что утром происходит, а по поводу рецепта просто уточню. Имейте в виду, что нарубание чеснока – это очень ответственный процесс. И поскольку чеснок все равно так или иначе сок выделяет, то будьте готовы, что шкурка на ваших пальцах будет на это реагировать, и очень неприятно, поэтому осторожней с этим. И, как правильно сказал, рират надо делать это так, чтобы нож был острый, чтобы поменьше выделялось сока. И вот мелко надо нарезать. И запивать можно чем-то, например, не только молочным продуктом, но можно какой-то сок использовать. Или томатный, или еще кисливовый сок, такой с кислинкой тоже они хорошо проходят. Но я вот томатный пробовал, там тоже нормально проходило. Да, продолжай. И утром? Вот, ну, делаем это утром, а вечером, опять же, стараемся сделать эвакуацию содержимого кишечника. Мое любимое средство – это касторка в данном случае. Ну, можно принять и какие-то там вам более привычные вещи, что вы используете там для послабления своего кишечника. Вот, от вас через какое-то время может начать пахнуть чесноком от всего тела. То есть дня через два, через три. Вы можете почекнуть свои какие-то головокружения, некоторое повышение температуры, и это будет нормально. Никаких проблем в нашем организме. Но если в кишечнике у вас там в печени кто-то живет, то в любом случае этот кто-то погибнет. Это, можно сказать, такое универсальное и крайне эффективное средство для борьбы с паразитами. Да, будете пахнуть чесноком, не то слово. Вы будете пахнуть даже, когда в туалет идете. Там все будет чесноком пахнуть, уверяю вас. Но, то есть на вас любители шашлычка или котлетки будут смотреть и облизываться. Так, дальше еще этот вопрос появился от Михаила. Знакомые задыхаются при откашливании. Кровь приливает, при отходе мокроты теряются все силы. Посоветуйте, чем помочь. Возраст после 60. Ягоды брусники очень помогают. Начал принимать соду и другие народные средства, но без особого знания. Что мне ему посоветовать? Пока еще он курит, но не пьет. Врачи ставят диагноз бронхиальная астма. Курить не может бросить. Говорит, что это помогает ему отхаркиваться. Но желание бросить курить у него есть. Вот такой интересный замкнутый круг. Ну, вот, действительно, то, что он курит еще, это не совсем хорошо. На моей практике, то, что бывали случаи, я бы мог сказать, что, вероятно, у него в легких достаточно большое количество грибов. Бывали пациенты, которые кашляют, никак не могут, избавятся от кашля, отхаркивают, мокроты идет, длительное время. И введение соды внутривенной прокапанного порядка 77-10 раз убирало эту проблему. Ну, проблему убирал уже где-то на третью капельницу, а остальные уже, чтобы закрепить результат. Поэтому можно ему посоветовать, чтобы найти специалиста, который бы смог ему прокапать сону внутривенной. Там уже не братья. Вот. Бронхиальная астма. Ну, в таком возрасте, ну, прежде всего, действительно, нужно бросить курить. Потому что, да. Хотя, вот, некоторые врачи говорят, что если курите, то курить уже не бросает. Но если бросать, почему они так говорят? Потому что если вы бросите курить, потом опять начнете, это будет гораздо более вредно для организма, если вы курите и курите. Вот. Поэтому, если уж решили курить, то, вернее, бросать курить, то бросать курить. Вот это. Да, и вот сразу напомни, что, как называется то средство, про которое ты говорил в аптеках, тот раствор, который можно притискать. Дайте-ка мне, пожалуйста, вот таких пузырьков, там, 10 штучек. Вы знаете, я вот прихожу в аптеку и говорю просто, дайте мне соду для внутривенных вливаний. И все, они меня понимают. Если делают большие круглые глаза, говорите, дайте мне натрий-гидрокарбонат, там, инвазионный или инфузионный, там, вот. Поэтому обычно фармацевты в аптеках, они понимают, когда говорят соду для внутривенных вливаний. Но это не во всякой аптеке, это, опять же, в рецептурной аптеке, обычно это государственные аптеки, те, которые занимаются приготовлением лекарств. Но не везде это есть. Допустим, там, где я проживаю, в Ростове, производят. Я знаю, что в Краснодарском крае всего в двух городах, в Краснодаре и в Сочи это делают, в Москве я знаю это есть, по остальным регионам у меня информации нет. Поэтому на месте нужно найти. Да, и рассчитывайте, поскольку Арират сказал, что нужно примерно 400 миллилитров, да, на... Ну, начинать лучше с 200, начинать лучше с 200, смотреть по своему состоянию. Потому что бывали случаи, когда вот люди жаловались, что, ну, как-то, не то, что им плохо становилось, но дискомфорт появлялся при введении 400 миллилитров. Ну, я к тому, что, вот, имейте в виду, что если процедура у вас 400, то вот 10, как минимум, вам нужно прокапать, то вот рассчитывайте из этого. Лучше брать все-таки с запасом, чтобы у вас это было. Ну, да. Так, и вот, значит, дальше продолжим. Что делать человеку? Ну, хорошо, вот он хочет бросить курить. Ты сказал, что если уж такое желание очень четко, то в этом случае бросай. Если все-таки желание размазано и чувствуешь, что все равно закуришь, то, наверное, и курить смысла бросать уже нет, да, в таком возрасте? Ну, как бы, если человек не может бросить курить, и все его бросания закончатся тем, что он то курит, то не курит, то лучше здесь не бросать. Потому что легкие имеют возможность обновиться, и они делают это не так часто. Количество этих обновлений ограничено. И если все равно у легких есть какая-то часть, какая-то защитная среда от вот этих вот смол, от всего этого, и она этот барьер держит. Но когда мы бросаем курить, то это, как бы, защитная среда, она обновляется. Так вот, обновляться она может ограниченное количество раз. Если я все правильно скажу, то это три раза, насколько я понимаю, может обновиться. И вдруг, там, этот пожилой мужчина, он бросит курить месяц, не покурит, потом опять закурит, потом опять месяц не покурит. Ну, и так. Но здесь надо иметь в виду, что все-таки не просто желание «хочу бросить курить», это, как бы, один из факторов. А еще и осознание того вреда, который с курением, ну, то же самое, выпах касается любого наркотика, связан. То есть человек, когда осознает, что это такое, его уже не заставишь ни пить, ни курить, ни колоться, ни какую-то дрянь глотать. Вот это вот необходимо понимать. Поэтому просто желание – это первичное представление о том, что, да, вот хорошо бы бросить, хорошо бы больше это не употреблять. Но когда вы уже осознали, почему это не нужно делать, вот тогда вас уже и трактором обратно не задвинешь в это направление, чтобы вы себя еще и убивали какой-то гадостью. Ну, поскольку ему уже 60 лет, то особо таких радикальных способов бросить курить советовать ему не стоит. Но можно посоветовать, к примеру, фильтр, замочить в содовом растворе сигареты и покурить. Вот. На некоторых курильщиков действует достаточно сильно, а очень противно, и люди бывают так, что после этого получают стойкое отвращение к табаку. Можно попробовать накуриться до чертиков, но это, опять же, возраст такой уже, что опасно это все. Можно к чертикам потом отправиться, да. Можно к чертикам. Да, лучше такие, конечно, вещи не советовать. А вот обмочить в чем-нибудь таком неприятном соде, например, хороший вариант. Ладненько, так, сейчас у нас уже остается буквально 8 минут до окончания эфира. Я думаю, что основные вопросы мы разобрали, практику по верхней части живота ты уже дал. И что будем делать в следующем эфире? Продолжать разминать животик? О чем будем еще говорить? Ну, вот, может, поговорим по поводу онкопроцессов, то, что было заявлено раньше, по поводу соды, вот, профилактики всех этих моментов, оздоровления. Как можно, в каких случаях, потому что, я думаю, что очень нужно эта тема объяснить, рассказать, как можно поступать. Поступать, именно, как можно поступать описано во многих местах, но вот что на практике работает, что помогает, после чего люди выздоравливают. По крайней мере, из того, что известно мне. Вот можно об этом поговорить, можно поговорить о паразитах, можно поговорить, допустим, о нижней части живота, это отдельная тема. А давай мы сделаем так, вот сейчас еще у нас есть несколько минут, наши радиослушатели могут в чате написать, какая из заявленных тем более актуальна для них. И мы тогда можем даже сделать так, например, поговорить в первой части передачи о какой-то заявленной теме, более подробную разобрать. А напоследок, на последний час оставить, например, работу с нижней частью живота или там с верхней частью живота, о чем еще не говорили в этот раз, тоже провести такое упражнение? Там у нас еще получится, вообще, живот не делится, ну, как бы на верхней и нижней, а у нас получится еще средняя часть живота, там будет тонкий кишечник, толстый кишечник и область брюшной части аорты и подвздошная, нет, подвздошная нижняя, полая вена, оговорились, часть полой вены. То есть там еще вот кишечник и сосуды, это еще нужно тоже очень важно разминать. То есть я предлагаю, что сначала первую часть мы разминаемся, говорим о том, как быть с какими-то болезнями, а в заключении мы проводим практическое занятие на каком-либо из фрагментов живота. Да. Вот это будет лучше. Ну, хорошо, давайте сделаем так. Сейчас я смотрю в чат, если будут какие-то заявки, то в этом случае мы их учтем. Если будет заявок, то тогда сами определимся с темой следующего эфира. У нас в заключении эфира есть такая практика, что тот, кто что-то рассказывает, желает тем, кто его слушает, что-либо хорошее, вечное, доброе. Вот исходя из того, что было сегодня сказано, из темы, которую мы разбирали, что можно порекомендовать, посоветовать или пожелать нашим радиослушателям в заключении сегодняшнего нашего эфира? Ну, радиослушателям я хочу пожелать прежде всего сохранять бодрость духа, потому что от состояния нашего духа зависит состояние нашего тела, наше здоровье телесное. И насколько мы будем правильны в своем мышлении, насколько мы будем веровать в богов наших себя, по этим мыслям мы жить не будем. Поэтому желаю в бодрости душевной, постоянно, независимо от бодрости, мы отдыхаем. И к этому бодрости душевной приложить и стремление обрести здоровье телесное. Потому что тело, наше временное вместилище, но тем не менее нужно заботиться о нем, нужно поддерживать его состояние. Вот, рассчитаны мы лет на 150 жизни. Это и в Асгарском духовном училище, Патр говорит, отец Александр, и физиологи современности говорят о том, что человеческий организм рассчитан, поляка, там на 150-150 лет человек может жить. Поэтому берегите тело свое и сохраняйте дух в стойкости, крепости. Вот такое пожелание. Хорошее пожелание, главное оптимистичное. Да, по поводу 150 лет это говорят уже давно и даже есть там множество примеров, которые почему-то у нас предпочитают официальные средства массовой информации не афишировать. Но если покопаться где-нибудь там в древних каких-то писаниях, то мы можем себя очень сильно удивить тем, что там обнаружим. Там встречаются цифры и 300 лет, и поболее. Я не говорю в данном случае про библейские писания, потому что все сразу, наверное, подумали, о, там вот пишут и про 600, и про 800 лет. Нет, я говорю про те обычные писания, которые вот на Руси известны и далеко там так ходить не надо. Вот, а в заключении, что есть, еще вот прочитаю, что все интересно, вот из того, что ты здесь заявил, все верно, то есть вот такая схема людям подходит, что сначала мы говорим, обсуждаем, а потом практику проводим. И вот еще одна из тем, Василий Васильевич предлагает, нарушение обмена веществ в организме. Вот, да, еще тема, Михаил пишет, а есть ли дыхательные практики для улучшения обмена веществ в организме, так вообще любая дыхательная практика улучшает обмен веществ, то есть там уже переписка у нас пошла. Ну, так, в общем, выбираем, я предлагаю все-таки начать с то, что мы с тобой говорили, это онкология герпес и кандиды, да, вот эту вот связочку, как ее расстроить, как ее убрать. Потом, в следующий раз мы поговорим про обмен веществ и про какие-то практики. А вот в ближайшем эфире это все-таки будет посвящено онкологии, поскольку это бич современного нашего мира, и многие даже, сталкиваясь с этой проблемой, думают, что это уже крест могильный. На самом деле есть очень хорошие способы ухода от этого безобразия и возвращения себя к полноценной жизни. И еще раз, что я хочу сказать, значит, конечно, голова это очень важно, и все, что у вас есть в голове, в этих вот двух полушариях, это самая, может быть, основа всего того, что вы делаете в этой жизни, потому что через это вы смотрите на этот мир, вы обрабатываете то, что увидели, услышали, почувствовали, и обратно через это же возвращаете это все в мир. Но помимо всего этого, еще необходимо знать, что есть позвоночник, тот, который соединяет, через который происходит соединение со всеми вашими клеточками вашего тела. И что есть очень интересное такое место, это живот, то есть жизнь, то, что в древности означалось, о чем Арират сказал. И если вы не следите за головой, это понятно, чем это для вас чревато, если вы не следите за позвоночником, не содержите его в полном порядке, то тоже куча проблем, потому что вот появился позвоночник, все там боли начинаются, какие-то застойные явления и так далее, то подобное. Но если вы еще и живот запускаете, то в этом случае, да, ну вообще уже и ближайший у вас друг из врачей, это все-таки, скорее всего, будет патологоанатом. Давайте, да. Дозволь добавить 2 секунды буквально, что, опять же, с точки зрения вот древнеславянской нашей медицины, состояние позвоночника, оно связано с животом, и позвоночник искривляется только после того, как появляется напряжение в животе. Поразительно, но работая с животом, позвоночник выравнивается. Вот хотите, верьте, хотите, нет, но это так, это факт. Как это была юмореска. А у вас что болит, с чем пришли? Голова болит? И что доктор прописал? Уколы? Куда, в голову? Нет, но вы подумайте, какая связь. Ну, так вот здесь примерно та же самая связь, что все вот в природе взаимосвязано. Как говорится, из попки ноги выдернешь, из глаз слеза пойдет. Так что давайте не будем допускать себя до каких-то неприятностей в этой жизни, а будем все-таки здоровыми людьми, ведущими людьми, вот что самое главное, ведущими. Независимо, какой вы себя конфессией причисляете, вообще верите вы в Бога или не верите, верите вы в богов или не верите, дело не в этом. Дело в том, что ведущий вы человек или не ведущий, вот генетически, вам близко изучать этот мир, близко изучать себя, вот это самое главное. Так что берегите себя, будьте ведущими людьми, познавайте этот мир, и тогда все будет у вас хорошо. Напомню, что сегодня 3 сентября 2015 года, четверг, 23 день месяца завершения, 7523-го лета, шестица, Захар Белинский, арерат, рассказывал нам о висцеральной терапии, как в совокупности традиционных русских практик исцеление. В данном случае мы решили называть это все дело правкой живота. Желаю вам всего самого-самого доброго, прощаюсь с вами, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.